Мы познакомились между собой, а во-вторых, чтобы они тот язык, который возник за этим столом, унесли на этот стол. И чтобы эти языки перемешались. То есть то, что я рассказываю, в принципе, вот я сейчас слушаю себя со стороны, мне кажется, что это полная чушь, потому что есть словари, есть определения, есть понятия, в конце концов, которые у нас есть. Ну, я понимаю, конечно, что для строительной компании создать язык, наверное, не такая тяжелая задача, то есть там будет более простой язык, хотя я не уверен, чем для компании Марс, которая вообще не по-русски разговаривает, когда разговаривает за своей деятельностью. То есть у них там есть какие-то, я по-другому не могу сказать, секвенции. То есть секвенции – это набор звуков. То есть то, что мы называем словами. У них есть какие-то такие секвенции, которые человеку со стороны просто непонятно. Если они работают в разных отделах, на разных позициях, то они друг друга не понимают. Ты конец или нет? Ну вот, что ты такой, да. А, может, на пересадке они что делают? Рассказывают схему свою, то есть то, что они нарисовали. Вот, я их даю, нарисовать, как можно. И там осталось четыре человека. И четверо, они могут за... Нет, к ним пришли. А к ним все другого стола? Двое другого. То есть всех решили? Да. Их всего 6. Их всего много, и по 2 человека. 10 команд. К каждому столу двое уходит на следующий. Да, да. То есть есть 4 старых, 2 новых. Да. И 4 старых рассказывают, что они пришли. Наоборот. Двое новых рассказывают. Они со своей схемой таскаются, в отличие от World Cafe. Это ноу-хау Максима. Мы столкнулись. То есть не со схемой хочется? Да. В этом приколы. А у каждого на листочке это единое? Нет. У каждого на листочке. У каждого на листочке. То есть они должны прийти со своим листочком. Со своим они прикрутами. С чужой. То есть для меня это оно путешествует. А есть кто-то, какой-то человек, который моделирует за каждым столом и смотрит, чтобы на листочках были одинаковые картины? Нет. А там разные все картины. Все картины разные? Конечно. Все же по-разному. А теперь личное дерево спонтанное или ты как-то делишь? Спонтанное. Поскольку у меня стоит задача, чтобы они так первый раз. А можно глупый? Да. Почему-то два или три. Ой, ну иногда три дело. Ну вот пробую, когда три сделают, получается хуже. Два лучше. Но точно нельзя один, потому что один придет со своим мнением. А двое приходят с как-то мнением был. С некой ситуации. Да. Можешь нам вопрос? Да. Ну вот если мы возвращаемся, что у нас методология для жизни, да? То есть вот сейчас эта схема понятна, у нас есть какой-то разрыв коммуникации, да? Мы его вот групповым процессом приводим к одному языку. Ну, в общем, все так или иначе проходили, знаем. Вопрос такой более глобальный. У нас получается, что вот эти знания, понятия деятельности, мы их изумно передаем. Ну, то есть относительно-относительно, вот по этой схеме. То есть ситуативно. То есть мы как раз говорили здесь о том, если я все правильно понимаю, что понимание может быть только во время коммуникации. То есть как, допустим, передать эти знания, не припекая к личностной коммуникации. То есть вот с точки зрения, допустим, написания общей методики. Вот потому что, это лично мое мнение, вот изустная передача знаний, она антикранзина говорит. Или заканчивается, ну вот, со взлету носителя, допустим. Это аналогия этого не измечения. Ну, спасибо. А во первых, как бы, хочется что сказать? А у вас есть это? Да, у меня есть это. Я просто разбирался. Где-то вас. О-о-о! Как же прянуло. Я закопалась. Смотрите, в общем, Арну, тут я слышу несколько вопросов. Первый вопрос, это о том, что делать, если вот нельзя безусно это все передавать. И мне хочется на него ответить так. Ну ничего не делать. Умрет организация. Умрет. То есть, ну, так как умирают страны, умирают народы. То есть, не удается создать плотность. Вот я в последнее время в Фейсбуке выкладываю географические карты. Стараюсь этим заниматься, потому что мне действительно интересует вот этот черт. То есть, хоролог. Я выяснил, что оказывается, 90% населения Земли живут на 10% территории Земли. То есть, и это для меня большое открытие. А вообще, там в 300, ну где-то в 400 крупных городах живет 2 миллиарда человек. Это же невозможно охватить непрерывную коммуникацию. Ну, смотрите, вот в этом же такое проклятие человечество. То есть, необходима непрерывная коммуникация для передачи знаний. Вот до этого Фейсбук существует. Ну, нет же гарантии, что мы друг друга находимся в Фейсбуке в коммуникации. То есть, мы находимся все в односторонней трансляции каких-то текстов и принятии трансляции чьих текстов? При помощи еще своего мировоззрения и мировостроенности. Ну, дело в том, что я вот, во-первых, смотрю, как другие читают. Ветхие заветы, Новые заветы. То есть, мне очень интересно. И сам иногда возвращаюсь сюда, потому что мне хочется что увидеть? Мне хочется увидеть, что древние тоже схватывали вот это ощущение, которое есть, во-первых, в системе наследительственного подхода. То же самое я пытаюсь искать у философов, которые пишут тексты в своих книгах. Да? Ну, понятно, да? Там же был единый язык? Это не означает, что он был один один. Ай, вот ответил на твой вопрос? Нет, я пока не услышал. Нажимай, что это невозможно только при личной коммуникации. То есть, я не услышала о том, возможно ли это написание, допустим, методики в текстовой передачках. Еще какой-то. Я пока так не считаю. То есть невозможно. Я думаю, что человечество двигается, во-первых, в этом направлении. То есть заблуждение о том, что люди друг с другом обмениваются информацией. Ну вот, кстати, важная такая штука. Я различаю его коммуникацию, трансляцию и трансляцию знаний. Важная штука в системы следительства подходит в то, что Юрий Петрович отричал, что существует информация. Для меня это был очень мощный стимул, потому что, как это я, там, человек, закончивший журналистику, который собирался писать диссертацию по теме информационные. Войны. В общем, что-то как-то она называлась. Ну, в общем, двенадцатая специальность. Не помню уже, значит, как она. Двенадцать ноль ноль один. И как это нет информации? Я вот стал разбираться с этим. То есть имелось в виду как раз то, что люди не передают друг другу информацию. Компьютер передает. То есть передал определенное количество байтов, можешь рассчитывать на адекватный результат со стороны компьютера. Он отреагирует каким-то образом. Выполнит команду, или не выполнит команду, или точно скопирует то, что ты ему передал. Человек нет. То есть у человека есть множество всяких, я бы сказал, осторожных психических отклонений, но не кардинальных, а маленьких афазий. То есть то, что в пределе является психическим отклонением. Например, там, неспособность адекватно выстроить схему города, в котором ты находишься. То есть то, что называется географический критинец. Или там, например, я вот у себя нашел какая-то есть агнозия, то есть стремление привести все к одной схеме. Упростить все вот до бесконечности. То есть это тоже в пределе является психическим заболеванием. То есть и люди в этом смысле сильно отличаются друг от друга, что каждый ненормален чуть-чуть, но поскольку. И это нам задает вот эту разницу непонимания. Даже вроде таких обычных и привычных объектов, не говоря уже о тех, которые мы не видим. То есть не говоря о тех объектах, которые мы называем словами деятельность, коммуникация, мышление. И естественно, вот в этих объектах мы подразумеваем все по-своему каждый. И видим каждый. То есть у нас получается, что без непосредственной коммуникации, без некоего судьи, да, как у нас с ней было описано, то бишь методолога, такое понимание невозможно, и какой охват получается? Ну вот я бы не сказал, что это без методолога невозможно. Роль методолога здесь сводится к тому, вот честное слово, вот реально, на играх я ничего не делаю. Я только слежу за логикой. На играх ты игротехник, она тебя про методолога спрашивает. Я про методолога спрашиваю. Ну я как методолог не говорю. Как методолог. Давайте вернемся к пониманию методологии. Да, методолог это кто такой? Ну, послушайте, я даже не присутствую как методолог. Значит, я вообще не присутствую. Я не забрал позицию. Вопрос был, возможно или нет без коммуникации, опять нет. Вот именно в начале это и происходит. Я присутствую на игре как организатор коммуникации. То есть я просто говорю, что мы тоже без общей. Но есть организатор коммуникации. Нет, конечно же. Подожди, в этом случае, да. Да нет, конечно же. Он не сказал, кто такой методолог. А он ничего вообще не сказал. Если Анна уже поставила крест на своем вопросе. Андрей, ты чего хочешь от меня? Андрей, ты чего хочешь от меня? Я нарисовал, кто такой методолог. Друг, от тебя хочу много чего. И у меня есть властные речи. Я понимаю, что ты скользкий тип, и ты сказал, что я бесплатно готовлю делать. Но у меня есть властные речи. Хорошо. Поэтому я хочу выполнения просьбы, которую ты обещал выполнить. Да? Моей. И ты сказал, что ты ее выполнишь после того, как выкатишь то, что ты не можешь не выкатить. Потому что тебя приводит. Дальше, сделаем эти вопросы. Главное. Готов ли ты сейчас ее уже выполнить? Можно я рассказать, как я это применяю? Ну, привести. Один реальный, желательный, яркий пример, как ты для решения своей личной актуальности применял что-нибудь из этого. А дальше помочь нам, чтобы мы тоже взяли его и использовали после обеда. Ну, т.е. это можно и есть в бизнесе, да? Костя, он уже все понял, он думает. Не сбивайте целый мастер. Андрей. Давай, я не выкатю. Я да выкатю, давай, то, что я еще должен выкатю. Дай еще, блин, потом вызывайте. Дай еще, дай еще. А честно сказать, а после обеда? Я же сказал, еще... Если ты будешь спокойнее и забывай. Макс. Тогда, может, я, а у меня тут инсайд про гистологию. Ну, как бы... Подожди. Давайте слушаем. Самое главное, мне ведь задача какая-то. Выкатить сначала картеж с кем. А сколько там тебе сейчас стало? Одна. О. Я красивый картеж с кем. Схема называется «Воспроизводство деятельности и трансляция культуры». А это что? О. Мне надо. Суровь я дам. Так слабо. Дышите. Я понял. Значит, схема называется «Воспроизводство деятельности и трансляция культуры». Она очень простая. Простая. И, может быть, в ней есть, ну, такой залог хотя бы на то, чтобы ответить «Воспроизводство деятельности». Вот такая схема. Значит, по этой схеме утверждается, что деятельность каждый раз внутри поколений транслируется и воспроизводится. Но проявляется конкретным образом в разных ситуациях. То есть, как две тысячи лет назад хоронили своих мертвых живых, так, в общем, хоронят и будут хоронить. Как делали стулья и столы, так делают и будут делать. И в этом смысле вроде бы логичный ответ на вопрос Анны, что деятельность, но она воспроизводится каким-то образом. Да? Вот по этой схеме. Значит, я эту схему накладываю на схему шаг разницы. И говорю, что вот те кружочки, которые у нас есть в схеме шаг развития, они как раз в этой схеме являются кружочками конкретных ситуаций. И в этом смысле, конечно, за счет коммуникации деятельность будет воспроизводиться и дальше все время. И она воспроизводится. А та деятельность, которая в общей коммуникации не попадает, ну, то есть там, где нельзя создать общую коммуникацию, она просто умирает вообще. И ничего с ней не поделаешь. Да и бог с ним. То есть, если в организации деятельность развалилась, значит она была нежизнеспособной. Если организация заинтересована в сохранении деятельности, она будет проводить общие игры, она организует коммуникацию. Не обязательно проводить обоих игры, она что-нибудь еще организует коммуникацию. Да, она как-то, ну там, с разной степенью эффективности. С темы, первичной мотивации не хватает. А я вот думаю, что нету никакой мотивации. Все позициями додобка. Нету никакой мотивации. Естественный вариант для того, чтобы компания не умыла, это коммуникация, получается? Да. Внутренняя коммуникация? Ну, во всяком случае, вот в начале 21 века, в 2013 году. Это самый актуальный вопрос еще. Для того, чтобы организация не умирала. Да. Это внутренняя коммуникация, это согласование и синхронизация картин мира у людей, которые работают внутри. Вывод, по сути дела, всех вот в эту рефлексивную позицию. Потому что в современной организации нету средств. В современной организации все мыслящие люди могут занять равные управленческие позиции, а потом выйти в деятельность назад. Привет. Это мой сын. Ты же обещал, что ты его... Ты что? Нет. Ну, там или там. Ну, просто мне его отправить надо сейчас. Давай отправим. Чего что ты людей не придумал, а теперь мы отвратим? Да. Ну, как бы и много следствий. Я с вами согласен, но должно в этот момент прийти много инсайтов. Максим, а это только внутренняя или внешняя коммуникация тоже? Если фирма, например, внутри хорошо настроена коммуникация, но с внешним миром нет коммуникации, то о ней просто никто не знает. Все то же самое. Так нет, даже потребительские схемы есть. Ну, да, я же... Это же очень новое. Только внутренняя среда. Получается не внутренняя, а... А вообще, да. То есть надо же хорошо представлять себе всю сверхдень. Мало того, должно быть, нужно thief сейчас. Слушай, ну, это правда не все, потомущина Вся органика, вся органика устроена таким образом. Любая органическая система, на котором там разрушается коммуникация, она немедленно распадается. Да, любая система. Насчет систему там больше чем органические я их врача не знаю, но любая органическая система, нарушается коммуникация, она немедленно распадается на релизы. Это вполне вписывается в какую-то схему органической жизни. А как мы продолжим теорию системы? Ну, я думаю, что вообще теория системы, кибернетика, сильно повлияла на системно-исследовательный подход. Сильно повлияла. И хорошо относится к теме. То есть, я думаю, что теория системы, которые сейчас развиваются на Западе, это такое синхроничное действие Запада с отношениями с Россией. То есть, они тоже двигаются в этом направлении, но... Это слегка и слегка. Ну, хотелось бы занять, но не докрутил. Но вот того же состояния, которое... Я же сама уже сделала и надела. Не могу. Он уклоняется. Я же ненасилен. Максим. Колись, ну, собственно, вот после того, как я ввел схему воспроизводительной деятельности и трансляции культуры, Вопрос. Я считаю, что я вас познакомил с Картежемским. С менты я все понял. Я пошел закладываю. Даже мне понятно. Не знаю, что не будет понятно. Можешь меня пошучить? Я настолько тупой, что мне все понятно. Да, да. Очень-очень понятно. Ну, это хорошо то, что, в общем, схемы легли на какие-то, они же как трафареты. Вот, например, вот у меня была мысль, там, в прошлом году выпустить их прозрачными листочками, чтобы просто вот, ну, накладывать на какую-то деятельность. А потом, в общем, я понял, что, ну, это невозможно это. То есть надо деятельность накладывать на эти листочки. Нет, надо делать раскраски. Хочется найти... Хочется найти какие-то формы, чтобы вот в любой организации могли бы деятельность свою разделять таким образом. Чтобы, значит... Во всяком случае, то, что находится в слое деятельности, оно нормально описывается в методологии, там, бизнес-процесса. Да. Правильно? У меня вопрос организационного характера. Да. Правильно я понимаю, что у тебя был твой персональный замысел познакомить нас с кортеджем наиболее актуальных и понятных, и, на твой взгляд, ценных? Да, всех, всех, по-моему, на самом деле. Ну, я же не знаю, какие есть. Те видения. Вот. А дальше что делать? Ты собирался в интерактивном режиме дать возможность на повлиять нам, что делать дальше после обеда? Или у тебя есть замысел, что делать с нами после обеда? Ну, на самом деле, конечно, у меня здесь есть вот моя программа, в которой там все написано, да, которая была опубликована на сайте. Я готов ее раскрывать. А с другой стороны, я готов выполнять ту задачу, которую ты ставишь. То есть я готов рассказывать, как я это применять? Нет, смотри, это была просьба, а не задача. Ну, и я здесь еще не летел. Особенно после того, как я услышал, что без коммуникации все распадается. А не ходил ты снова. Вот. Поэтому у меня такой, ну, не знаю, вопрос, предложение ко всем присутствующим, даже партизанам. Как вы, коллеги, относитесь к такой идее все-таки дожать Максима, ну, может быть, после обеда, может быть, после обеда, чтобы он привел яркий, мотивирующий нас пример, что методология – это вообще ценность, свет и так далее, после чего мы, используя эти схемы или, может быть, по плану, вытаскивая из него что-нибудь другое, вместе решили какую-нибудь зашибинскую задачку актуальную. Вот такая принципиальная размежка дня. И оставив, например, 1 час 17-18 на итоговую рефлексию, после обеда у нас было бы понятно. Живой пример короткий, кратенько… Но я бы не один, конечно, привел, потому что уже таких вот… Это ты понятно. За обедом подумаешь. Вот. А дальше мы ставим задачу… Какие-то меня мотивируют сильно, понимаешь? Какие-то классные… Так, 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 ага. Отнеситесь к моему предложению, или оно непонятно, задайте вопрос. Да все хорошо. Каким тебя… И все хорошо. Я не согласовал в режиме коммуникации с группой свое предложение. Хотелось бы услышать… Мое, конечно… Мое, конечно, видение было рассказать что-то из того, что я планировал. Да? Но я, по сути дела… А что ты еще планировал рассказать? Ну вот смотрите, у меня тема была, да? Это вот я читаю темы, мастер-класс, который я делал в британской школе дизайна. То есть мышление, создание образов, то есть я должен раскрыть каким-то образом эти понятия. Разделение, отражение, знати, представление об антологии, многообразие отраженных индивидуальных картин мира, схемы мыслей деятельности, невозможность принимания в обычной коммуникации, создания общего видения как деятельности, цель, средства, проблемы проектного подхода и проектного управления, проблемы власти и подчинения, проблемы эксплуатации, мотивации и компетенции. Возможность рефлексивного управления, ситуации деятельности, позиции, кооперации, сферы и системы деятельности, неизбежность изменений и постоянного развития, неизбежность конкуренции. Я, во всяком случае, удерживаю этот вопрос. Но я бы не пытался, конечно, касаться этого в течение трех лекций. Три лекций у меня там по четыре часа. Здесь люди более подготовлены. Но нет дополнения к моему предложению. Отточенная нами с рядом коллег в последнее время метод квантования времени позволяет каждому получить листочек и право на пять минут. время сбора. Максим, можно кооперироваться, например, за обедом? Меня вот интересует представление о платологии и мышлении. если там нас десять, то это получается пять и десять, пятьдесят минут что ли? Пятьдесят минут. Ну то есть час получается, да, до выжимания из максима, например. Но это можно сделать и в конце. Мы договорились, да. Ну то есть иногда, если вы позволите коллегу выйти мне на это посчетное место, и сделать то, что я хотел сделать с самого начала сегодняшнего мастер-класса. Закрыть эту штуку. Я боялся его спросить. Я боялся его спросить. Это осмысленное или механистичное? И сказать следующее. Ну, смотрите, у нас, например, сейчас тринадцать тридцать. Например. Практически. Если, например, мы на обед кладем сколько? Час. Час. Четырнадцать. Тридцать. И с четырнадцати тридцати мы, например, пятнадцать тридцать кладем личку. Ну то есть вытаскивание личных актуальностей. Можно объединяться друг с другом. За обед можно поакоперировать. Каждому там по пять минут и на стыке. Дальше тридцать минут ему кладем на пример. И у нас остается ровно час на подвиг. У тебя правильно понимаешь, что личика это вопрос? Ну, это запросы, вопросы сформулированные от каждого. Подвиг. И семнадцать там ноль-ноль, восемнадцать ноль-ноль. Какие-то там итоги. Он же финиш. Ну, у нас, конечно, есть тридцать минут такие, да, буферные. В принципе, можно заехать на тридцать программ, на семнадцать тридцать. Вот, как вам такое видение, коллеги? Есть ли возражения? Или соразмерные предложения? Что под итогами подразумевается? Это рефлексия. То есть, у тебя предложение закончить ровно восемнадцать. Это было бы чисто металлогически, я понимаю это слово. Мы, конечно, начали позже, на двадцать минут. Правильно по людям закончить восемнадцать-двадцать, ну, чтобы быть предельным чешом. Ну, хорошо, хорошо. Видишь, вот тот контяжник. Он пришел в ровно. Поэтому, если мы здесь делаем двадцати минутный перепор, у некоторых порин, мы как раз его сюда и пендерим. Я не могу восемнадцать-двадцать уедеть. Хорошо, вы на пятнадцать уедете. Ну, что ж, коллеги, тогда встречаемся ровно через час. И советую свои последствия. Второй, записал тебя. Послушайте, записывайтесь сами. Меня интересует, что есть в твоем представлении антологии, и как представления антологии помогают в мыследеятельности. И вообще не надо работать. Ну, смотри, в общем... Вопрос я бы, конечно, переформулировал. То есть представление об антологии, это уже какая-то часть антологии, да? То есть надо посчитать вопрос, что такое антология, и как она может помогать, не помогать, она никак не помогает и не помогает. То есть она есть объективно вне человека. Что такое антология? И зачем она? Про человека говорит, что у него есть мышление, и об этом была определенная историческая линия и теория, там, от Платона, Аристотеля и так далее, и, наверное, и раньше, которые предполагали, что у человека есть мышление, и вообще это только наши конструкции умозрительные, что у человека есть мышление. Угу. То система мыследеятельности и подход говорит, что мышление существует вне человека. Угу. Значит, и, соответственно, антология, это то понятие, которое нам подсказывает, что мышление существует вне человека. Что такое антология вообще? Я понимаю. Ну ты, я же тебе разговариваю, ты попробуй укладывать в том, что я говорю. Антология находится вот здесь вот. Объект на антологической доске. То есть это те объекты, понятия, это язык, которым мы разговариваем. Это те объекты, которые включены в тот язык, которым мы оперируем. Угу. Что такое мышление? Мышление, опять-таки, в русском языке, я не знаю, как это объяснять. Давай посмотрим на ту этимологию. Я с антологией закончил. Я упал имени, да? Антология – это мышление, конечно. Значит, мышление, которое существует вне человека. Максим, почему одни люди способны воспринять определенное… Так, мои пять минут не влезай. Это православие. А другие люди в тех же самых условиях… Кто способны? …воспособны воспринять какой-то объект реального мира, а другой человек в тех же самых условиях не способен, оказывается, не способен его воспринять. Что определяет эту возможность? Хорошо. Да, хороший тоже вопрос. Значит, может быть, мне поможет как-то ответить. Вообще, мышление в латинском языке – это… Что хочешь, то я говорю? Владиславский языке – это интерлегия, разделяется. То есть, вообще, мышление у человека устроено так, что в мышлении каким-то образом разделяется действительность. То есть, мы можем разделить что-то на этом салоне и увидеть разное объеме. Можем разделить что-то на этой картине. Наверняка, если я подойду ближе, я увижу более специальную картину. Там, строитель, который войдет в эту комнату, он эту комнату увидит, как пространство строительных работ, он увидит, из чего сделан этот потолок. У него есть для этого потолка специальное название объекта. То есть, у него какие-то объекты рабочие будут называться определенными словами. Здесь мы можем вспомнить северные народы, у которых несколько, десятков, сотен градаций снега, белого и так далее. Значит, антология – это то, что мы можем включить в мышление в качестве объектов и для чего имеем номинал. Значит, интересно вообще проследить, как это формируется у человека. А вот скажи, антология картины мира, у тебя там оба слова присутствуют, для тебя это синонимы? У меня, ну, в основном синонимы. Для того, чтобы объяснить, что такое антология, я говорю, что картина мира. Потому что картина мира – это, естественно, один лист, на котором присутствуют все объекты в взаимосвязях между собой. То есть, то, что, если бы у меня там был экранчик какое-нибудь мышление, которое вот здесь вот нарисовано, то я бы на этом экранчике разместил все, что я знаю о ней. Там, грубо говоря, я бы взял этот словарь толковый и все слова, которые я знаю, туда выписывал. Они там у меня все есть, только они у меня там не в словах, а в образах. Потому что, кроме всего прочего, некоторые слова у меня присутствуют не как объекты образа, а как объекты деятельности. А это гораздо сложнее, потому что, ну, деятельность, я так образ очень, ну, в ладонах могу вытащить вообще. То есть, и в этом смысле, почему одни люди не воспринимают, а другие воспринимают, почему одни объекты у людей нет, а другие и есть, это вопрос зрения такого. То есть, буквально, такого деятельностного зрения. То есть, что-то можно увидеть, что-то нельзя. И это с возрастом, мы можем заметить, как в индивидуальном развитии у человека это зрение появляется. Не только зрение, но и слух. Ну, думаю, что, может быть, не исчезает, может, притупляется, может, тренироваться. То есть, потом исчезает. Почему? Потому что ребенок, рождаясь, он рождается, как чистый лист бумаги. Он не знает, где стоп, где стоп. Это важно. То есть, вы исходите с того, что рождается человек, и никакого знания, никаких объектов на зеронем мире он в себе не несет? Нет. Не несет. Ну, насколько я могу интерпретировать теорию, мыследеятельности, не несет. Они у него формируются где? Коммуникация между людьми. Значит, он видит не только объекты, как стол и стул. То есть, важным было бы замечание, он видит эти объекты, ребенок, как используемые в процессе какой-то деятельности. То есть, если всегда дома сидеть на столе, в общем, и называть стол стулом, то он, наконец, формируется как стул. Значит, все эти понятия, они формируются в коммуникации. Егор, ты раздевайся, посадись. Спасибо, бабочка. Ребят, я вас прошу прощения. Три минуты я сейчас дам у инструкции и буду. Продолжаю про антологию. То есть, что мы знаем о ребенке? У ребенка сначала появляется крупный объект, близкие родственники, говорят до какого-то времени, он даже не слышит звуки. Я за что-то купил, за то подаю. Не знаю, вот если среди вас кто-то может подтвердить. То есть, если ребенку до года играть громкую музыку, или до шести месяцев, в принципе, ему без разницы. Он просыпаться не будет, он не слышит. Как он прием, он слышит, а как ребенок он уже здесь. Не знаю. Ну вот, чтобы вообще максимизировать свои истории, я рассказываю о этом. Поскольку ты сказал, что в основном для тебя это синоним, антология картины мира, в основном синоним стал в основном. В чем же различие? Вот антология, 7 лет занимались антологией наследительности Петр с компанией. Сейчас скажу. Антология и картины мира. Хорошо. Значит, во-первых, для меня антология и картины мира – синоним. То есть, я бы указал, где картина мира лежит. Для меня антология и язык – синонимы. Потому что все, чем мы оперируем, мы замещаем из вот этих вот объектов. И для меня антология и мышление – синонимы. Потому что эти объекты находятся в мышлении, а в мышлении я понимаю, как весь вот этот вот процесс мыследеятельности. То есть, мышление как процесс. Мышление и деятельность. Да. И для антологии тоже процесс. Ни состояния, ни объект. Хотя вроде называется объектно-онтологическое настроение. Ну, да. Ну, там же антология как процесс. То есть, это живое, по сути дела, понимание и называние мира, который находится вокруг нас. Коллеги, 45 минут. Мне вот интересен вопрос. Сам предлагаю. А я чего? А я ничего? Просто фиксирую. Так, ответил ли я? Ну, у меня там есть контюнер. Проходик интересный. Конечно, ответил. Нет. Там интересный вопрос еще есть. Он появится регламент. Придержится на 6.5. Угу. Так. Останавливайся. В то тем же время. Остановимся. Там есть секретарь ведущая. Да. Ага. Ваши ответы. Я должна озвучить. Да. Нет. Не перенужи. Не перенужи. Там была указана конкуренция и самообучение в процессе игры. Я так понимаю. Меня интересует именно организационно, как это происходит. То есть, допустим, у меня вот чисто практически возникает ситуация с абсолютно пассивными группами. Ну, не хотят они на конкуренцию. То есть, соответственно, никакого самообучения вот этой радости конкуренции и познания самому информации транслирования не происходит. Ну, надо смотреть, конечно, за счет чего не выходили на конкуренцию. У меня было так один раз, значит, когда не хотели учиться, не хотели выходить на конкуренцию, это было в Академии Госслужбы. Я там читал, как бы, курс у меня есть о госзакупках. Я делал тоже как игру. То есть, те, кто знают, рассказывают тем, кто не знает, как устроен процесс госзакупок. А я уже, в общем, ну, как поживший в нескольких позициях, значит, специалист, я могу оценивать там, полно они об этом имеют представление, не полно. Ну, когда пройдет круг, значит, столов, когда они походят, сформируют язык о госзакупках, сами поговорят о госзакупках. В общем, моей необходимости того, чтобы я что-то дополнял и учил чему-то, обычно не возникает. Потом мы, если успеваем, проводим игру, где они выступают в роли поставщиков, заказчиков, прокуратуры, наблюдателей, вышестоящей организации и так далее, и разыгрывают какую-то ситуацию с госзакупками. Мне было интереснее всего посмотреть, как они бросают свою роль взяточника и переходят в такую ответственную позицию, которая, в общем, устраивает всех. Ну, то есть, чтобы организовать такой процесс, который был бы эффективен с точки зрения деятельности, не с точки зрения воровства денег, а именно с точки зрения развития, деятельности и так далее. Значит, как я решал этот вопрос? Для меня это тоже была определенная проблематизация. Я понял, что они не хотят играть, потому что один закон прекратил свое действие, а новый закон в силу еще не вступил. И, по сути дела, придя в класс, расположившись в нем, они понимали, что все, что я буду им рассказывать, им не нужно, потому что сменилась ситуация. Значит, я это понял, конечно, уже потом, почему они так себя вели. То есть, им было просто неинтересно, ни в каком качестве они предполагали, что разговаривать о старом уже смысла нет, а о новом они еще не готовы, потому что никто не знает, какой будет запад. Ну, они были на это настроены. То есть, с обротехнической точки зрения это получилась недостаточная проблематизация, да? То есть, просто не учтем какой-то факт. Да, а я не учел, конечно, ситуацию, что они находятся вот в этом подвисании между двумя западами. Значит, для того, чтобы сделать совместную ситуацию, я использую механику рисунка на крыльчате. Ну, по сути дела, вот на этой скатерти, которая лежит на столе. Потому что, когда люди берут ручки, берут фломастеры, начинают рисовать, у них возникает ситуация совместного чего-то, то есть совместной деятельности. Им, в основном, становится интересно. То есть, никогда не было такого, чтобы им было неинтересно. Мотивацию я усиливаю, наверное, вот в этом смысле мотивация, было бы правильное слово, тем, что я сжимаю им время, то есть ставлю им жесткую раму. То есть, что им надо сделать что-то в очень сжатые сроки. То есть, когда они знают, что им надо нарисовать за 10 минут что-то, они, в общем, ну, в конце концов, там, они 5 минут разговаривают, потом 5 минут последних они рисуют, потому что, ну, в общем, другие группы тоже в этом процессе находятся, скорее всего, дадут какой-то рисунок, и им не хочется быть с белым листочком, и, в общем, они понимают, что тут коллективная работа такая, и, в конце концов, в общем, они это делают все. Плохо, хорошо, мне не важно. То есть, все люди находятся на разной степени понимания, вот, ну, что надо нарисовать и так далее. Я всегда говорю, что, ну, какого-то правильного рисунка быть не может, там, правильные схемы. То есть, все нарисуют по-разному, все будет правильно. Иногда, значит, когда я понимал, что рисовать общего, ну, нечего, то есть, вот, допустим, можно было бы вам предложить что-то нарисовать совместно, но нет такого объекта, на который вы бы посмотрели как на общий. То есть, ну, условно говоря, таким объектом мог бы быть, вот, в нашей ситуации, только путь от выхода из метро в библиотеке. Мы его, потому что видели, все одинаково. То есть, он у нас был один и тот же. Я приехал на метро. Тем более. Да я в другую сторону пошла. То есть, уже не по-русски. Тем более. Ну, то есть, вот, разность взглядов была бы обеспечена. Значит, тогда я беру механику Lego Series Play, то есть, мы недавно провели, там, инвестируем несколько сессий проектных с Lego. То есть, когда люди начинают вместе строить какое-то здание из кубиков Lego, там, завод свой, не знаю, или там, свой проект будущий. То есть, ну, там, мы создаем какую-то игровую ситуацию, что, типа, ребята, ну, вот вам там 200 миллионов рублей, то есть, что вы можете на них построить. Ну, и, как бы, это же игра есть. Люди быстро включаются и начинают строить, и потом разрушить вот эту общность практически невозможно. Мы пробовали. То есть, у нас были группы по 6 человек, и мы пробовали в ходе того, как они делали эти проекты, насылать туда налоговую полицию, налоговую инспекцию, милицию. Значит, регулярно оттуда выдергивать каких-то должностных лиц для проведения допросов и так далее. То есть, все были настолько увлечены строительством, что так, ну, нервничали из-за того, что их дергают, но, в общем, достраивали до конца свои эти объекты. То есть, вот это вот игровое действие, игра из кубиков Lego, она очень помогает, вот если действительно это вообще разные люди, что они ничем не объединены вообще-то. Очень интересный вопрос Сергея. Фиксируешь, что время 51 минута. Схема структуры объектно-оргологическая? Есть? Объектно-оргологическая, это вот игровая, да? Да. Ну, она от всех интересует? Ну, на мой-то взгляд, что раз она схема, она вот так вот как-то и выглядит. Вот такая сетка есть какая-то, иерархия есть какая-то. Вот я думаю, что это, я думаю, что это опять сетка, в которой просто лежат объекты и понятны. Для вас это таблица? Да. Или это комбинация сетка? Нет, в смысле, пока тащится, да. Здесь эти самые объекты, а здесь некие патрибуны, правильно ли? Ну, трудно сказать, не знаю, не могу, честное слово, ответить на этот вопрос. Ну, видите, я когда рисую, я просто там звездочки-квадратчики на одной рисую, на одной треугольничке и кружочки. Слышка. Ну, можно? Только так еще. То, что вот здесь вот прямо нарисовано, это правомерно, в этом газауре, если назвать, вот это вот сейчас объектно-оргологическая доска, на которой размещены представления о дыр-быр-бы, дыр-быр-бы. То есть это чайки или? Например, наверное. Ну да. Давайте я это тогда зачеркну. То есть она, конечно, устроена по-другому. Но это серьезный вопрос, на нем надо думать. То есть, потому что… У меня есть гипотеза о том, что, во-первых, вот эти объекты, на этот объектно-оргологический гаскет, появляются, соответственно, генезисом развития человечества. То есть в библии как написано, что вначале Бог создал… У меня тут даже где-то есть… самые крупные предметы, когда начали привыкать глаза. В той практике восточных единоборств, которой я начал заниматься, основная форма начинается словами «разделяем небо и землю, левое и правое и не я». То есть научаемся видеть и различать перечисленные в своем теле и вокруг. То есть вверх и низ, по сути дела. И в индийской мифологии мы встречаем, что отец Диаус и Придхи, Мать-Земля, некогда составляли изначальную супружескую пару и их разделил Бог Интер. Дмитрий Львович Чедровинский пишет, что перевод «сотворил», в английском переводе Библии «create», «небо и земля», не совсем верит. Что касается глагола «бара», «сотворил», это еврейство, то и он может быть интерпретирован как указывающий на эманацию, разделение. Одно из его значений – «отрезать-вырезать». Древнееврейское «бери» от завета происходит от глагола «бара» – «резать», и в то же время, возможно, связано с астротическим глаголом «бери», «брать», «избирать». В русском языке он сохранился почти без изменений. Таким образом, в этом слове обнаруживается два основных значения. Во-первых, «резать» – «разрезать», потому что у древних народов завет заключался путем рассечения жертвенного живота. Ну и, конечно, я тут вхожу в такую ересь и говорю, что мышление было и Богом древнего человека, и Бог остается мышлением человека. То есть «логос», по сути дела, ведь Бог, как там говорили, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было «Бог», там как раз «логос». То есть, по сути дела, слово «Бог» использовано для замещения какого-то объекта, который в языческом представлении о мире был выше человека, выше всего. То есть, и, на мой взгляд, то, что описано в Библии, конечно, описывается как именно генезис мышления. То есть, в начале мышление было у человека, и мышление было Богом тем, что он все назвал. Ну, я как бы не… А это ересь по отношению к чему? Ересь – это всегда по отношению к чему? Ну, ересь, конечно, с такой тематической точки зрения, о том, что Бог, он, оставляет из себя нечто другое. Ну, вот, на мой взгляд, вот так вот. Верите, нет? Закон по одному случаю. Впозавчера мне человек рассказывал абсолютно это, посредникасно связанный с решением, освещением, освещением, освещением. Не к чему связывается. Значит, я… Математическое извращение. Отсвязывается. Отсвязывается. И вот он абсолютно так же мне снял… Математическое извращение похоже на приближение, грубо говоря. Если мы смотрим соло на Землю, она такая круглая… Ну, во-первых, конечно, может быть и так. Ну, вот смотрите, что я еще в одном из своих докладов пишу. Что вначале был Логос, как написано в древних книгах. Логос был у Бога, и Логос был Богом. Разделил мышление живых существ, небо и землю. Выделил крупные объекты, горы, реки, в смысле создал их, который мы что-то увидели, мы тем самым назвали, создали. Создал животных. А в мышлении животных… Ну, потому что он создал животных, а в мышлении животных уже создал человек через много миллионов лет, который смог себя каким-то образом отделить от животных, сказать, что вот это животное – это человек. Хотя, я уверен, коммуникация первоначальная, конечно же, была и с животными в том числе. Ну, как животных между собой. И, в принципе, биологи нам рассказывают о таких случаях, когда птицы предупреждают других животных о приближении хищника и так далее. То есть, понятно, что коммуникация миллионы лет у живых существ, которые населяли землю, была. И степень их адекватности, значит, нашему мышлению была абсолютно неадекватной. А ты коммуникацию и трансляцию как-то разводишь по себе? Ну, тогда-то точно коммуникация была. Тогда, в общем, трансляция какой-то… Ну, смотри, если муравей транслируют запахом, что я здесь няшную штуку нашёл, у меня это трансляция в чистом виде. Кому транслируют? Другим муравьям. А когда возникает у нас с тобой, надеюсь, с обратной связью трансляция, когда ты учитываешь, что я сказал, меняешь своё поведение, тогда появляется в первом приближении коммуникация. Андрей, ну смотри… У животных была коммуникация, я что-то не знаю. Какой антологии ты это делаешь? Я же беру схему коммуникации, да? Значит, на схеме коммуникации… Мысли коммуникации… Мысли коммуникации. Ну, хорошо. Но она же не мысленная происходит. Она же как-то происходит вот так. То есть, две трансляции. С обратной связью. Ну, не знаю, там обратной связи нет. Там микрофон друг напротив друга. Слушай, обратная связь, если ты хочешь про обратную связь, то обратная связь выглядит таким образом. То есть, вот, я вышел к тебе в слой коммуникации, ты мне протранслировал, я подумал, что ты мне создал какой-то новый объект, вышел сюда, его сюда положил, вернулся вот так в деятельность и уже могу дальше с тобой коммуницировать по поводу этой лавки. Что значит вернулся? Спасибо. А, это следующий момент про отвращение. Время… Двадцать секунд сейчас. Не знаю… А ты, потому что влез, не свой вопрос. Сейчас пять минут пустого времени закончилось, Верно, что, Олег, сейчас десять минут… Как раз объединились с Леной, Максим, у нас о тебе просьба. Да. Дать всё-таки хоть какое-нибудь определение того, что ты называешь целью, и привести примеры того, что ты считаешь целью. Это вопрос, с которого мы начинали. Ты говорил, что у тебя какого-то момента нет. Давай посмотрим. Да. Что такое цель? Что такое цель, например, того, что считается целью? Очевидно, два примера, потому что ты явно такой зависит. Значит, ну давайте так. Во-первых, у меня собственная точка зрения. То есть, видимо, система следеятельностный подход, он может иметь какие-то другие в основе свои представления. Значит, по поводу цели. Я разбирался с этим вопросом. Значит, я считаю, что цель – это обратная сторона проблемы. Мы рисовали актив деятельности. Цель – это всегда в актив деятельности. И вот здесь вот для того, чтобы из исходного материала появился конечный продукт, здесь вообще в классических миниджеральных схемах, которые есть на Западе, рисуют ГЭП. Говорят, а вот здесь вот тоже есть разрыв, потому что мы что-то не можем сделать. То есть нам либо знаний, условно говоря, не хватает, либо способностей, либо средств. И вот цель является, во-первых, способом преодоления этого разрыва, потому что, в общем, продукт, он, на мой взгляд, везде один и тот же. То есть это не сам продукт. Например, вот это стол или стул. Это в конечном итоге какой-то гармоничный мир, позволяющий жить человеку, коммуницировать, долго не умирать, прожать детей, быстро двигаться, сопротивляться врагам и так далее. Ну, какой-то счетный набор вообще необходимых действий для того, чтобы продолжать свой род и воспроизводить ту культуру, которую мы несем. Правильно ли я тебя слышу, что цель – это способ решения проблем, возникающих в деятельности при переходе от исходного материала в продукт? Ну, вот с этой точки зрения исходный материал и конечный продукт, они вот и такие даже большие, они вот такие должны быть маленькие. То есть каким будет исходный материал и каким конечный продукт уже не так важно. Я хотел бы еще обратить ваше внимание на этимологию слова «проблема». Слово «проблема» происходит от латинского «probellum» – «брошенное вперед». То есть это в этом смысле точно такая же этимология, как и еще одного какого-то английского слова «цель». Я просто, если не назовете какие, «пепос», по-моему, «пепос», «путфорс». Есть еще английское слово «пепос», когда говорят про цели, то есть оно происходит от «путфорса», то есть положить силу куда-то дальше. То есть тоже все выброшенное берет и цель, то есть мы это знаем из военного искусства, она далеко, куда надо попасть. То есть «probellum» – это вот из этого же акта. Правильно ли я понимаю, что если ГЭПа нет, то и цель не возникает? Ну нет, да. Хорошо, тогда вот какой-нибудь пример цели, то, что ты бы назвал целью. Ну вот там из истории здесь и сейчас. То есть про копать, что яма не проходит, а вообще проходит. Ну продлить жизнь, например, человека, конечно, является целью. Потому что там есть ГЭП в том смысле, что это нельзя сделать реально. Да. А я правильно понимаю, что история с могильщиками ямы не является целью, потому что решение этой задачи фривиально? Ну оно из культуры берется. Ну смотри, а если как это выкопать яму на Марсе? Выкопать яму на Марсе? Ну если это ценно, то, наверное, важно не знаю. Ну, наверное, целью вот это назвал. Вот я сейчас здесь ставлю себе вот что. Ты говорил, вдруг я на Марсе? Думаю крутая цель. За следующие два-четыре часа. Думаю крутая цель. Ага. Всё, спасибо. То, что не лежит в кругу, понятно, не лежит. А за триста лет не цель. Правильно я понимаю, что целью это будет для Александра ценно. Нет, если для Александра есть проблема, которая не позволяет рассмотреть. Вот важно, проблема или ценно. Моя цель там взять карандаш в руку. Вроде не цель, потому что, ну взял, какая целеполагание? Да. Просто возьми. А вот этот маркер. А вот этот маркер начинается проблема. Не, не, Саша, очень важно. Выкопать яму на Марсе, Максим. Это будет целью только в том случае, если это яма ценно для Александра. Или вообще вот он себе абстракцию нарисовал, будет яма сложная. Вот я всё-таки, ну как бы, предположу, что если он такую цель ставит, то она и для него ценна. Зачем-то она себе нужна. Зачем-то она себе нужна. Да. То есть даже если я её не способен понять, вот сейчас, как Максим Асовский, и вы не можете её понять как-то, да? То мы даже думаем, что он идиот, полный и сумасшедший. Да. Но может быть, решая эту цель, он сделает десяток открытий важных для человечества. Да. Спасибо, Максим. Я всё пять минут получил всё, что хотел. Лена, позволь мне задать вопрос, выскажу его в виде предположения. Ну, для меня, конечно, полная шизофрения и полный субъективизм и волюнтаризм, считать целью только потому, что для кого-то это важно, или кто-то субъективно рассматривает сложность. Вот. Я для себя пока решил так. Ну, так сказать. Фантазирую. Ты, Максим Асовский, говоришь, что цель это когда сложно или когда важно, только потому, потому что если это не сложно и не важно одновременно, не возникает потребности в этом инструменте мышления под названием цели полагания, цели удержания, цели достижения. То есть, если это делается в один шаг и визуально удерживается, это не возникает у меня особого типа очаг возбуждения. А если выкупать яму, я сейчас не возле ямы, если у меня нет стереотипов, а ещё на Марсе, то мне приходится сознательно формулировать этот вот образ, этот очаг возбуждения, вид этой ямы, цифровать это, дальше продолжая её удерживать, думать, как я это буду делать. И ты называешь это целью. И я называю это целью. Но я говорю, что эта цель вне зависимости от того, сложная она или важная, только по факту наличия. А ты говоришь, она возникает, если есть сложности и важности. То есть, у тебя такое генетическое определение цели. Я могу в виде цели поставить себе, взять эту штуку. Мне не нужно... Я тебя умею, смотри, я понял, смотри. Я тебе как бы хочу на это что сказать? Вот. Ну давай договоримся с тобой, что мы будем называть целью взятия Марса. Не взятия Марса, я говорю. Простое действие какое-то. Образ будущего в твоём сознании, который я намерен реализовать. Причём образ будущего созданный мной сознательно. Аргений, ну я тебе говорю, есть другие слова. Есть другие слова, но иногда мне непонятно почему. Ну хорошо. Значит, значимость является цель. Я тебя слышу, значит, мы можем как-то по-другому разделять. А вот то, что выкопать яму на Марсе, смотри, и сформировать образ будущего, это чем отличается? Нет, смотри, выкопать яму на Марсе и выкопать яму на кладбище в Агандецом, для меня разницы никакой нет принципиально. Поэтому мне бы хотелось как бы разделить, сказать, что это простая задача. Нет, подожди, с задачей мы не ввозили слова. Ну хорошо, цель. То можно достичь просто, а это как бы здесь необходимо. Здесь ключевое. Я попробую. Здесь ключевое здесь, что там цель возникает, когда возникает проблема. Ты пытаешься цель вне проблематики положить, твой подход непонятен. Когда мы там спроектированием возились, мы же цель проекта просто определили. Это конкретный способ решения проблемы, указанный в актуальности. Актуальность. Нужно на Марсе закопать радиоактивные отходы. Для этого надо, да, обеспечить выководную доставку и прочее. У нас есть несколько целей, несколько проектов, транспортировки и прочее. Точка. Если у нас нету проблемы, просто говоря, мы бы нам уже достаточно знаний, способностей и ресурсов, для того, чтобы просто осуществить действие, не занимались, это же затраты. Представляешь, установка цели, какой затрат на процессе. Нет, подожди. Если у меня есть знания, способности и средств, вон они нарисованы. Но цели нету, как он говорил, деятельность не запускается. У тебя проблематики, значит, нету. Ну, проблематики у меня здесь вообще нету. Вон он бед нарисован. Да, смотри. Проблематика, она появляется в синевоз. Где? На разрыве между исходным материалом и продуктом. А продукт запланировать надо подорваться. А это же было просто масштаб, понимаешь? Как-то жрать охота, поэтому на Марс летит. Ты антологически не формулируешь для меня, что такое цель. Ты генетически говоришь. Она возникает, когда есть сложность. А что такое цель? Это обратная сторона проблемы. Секунду. Как определение, вот ребята просили, и ты согласился, не можешь создать? Потому что для меня сказать, что цель – это обратная сторона проблемы, а определение – метатологическое. Логическое. Можно же это сказать? Потому что ты сказал, а он на все соглашался. Андрей, дай ему сейчас свои основания сказать. К сожалению, я не могу в нашем языке, но в том языке, в котором вы работаете друг с другом, рассказать про цель. Определение можно? Ну как нужно. Цель – это. Ты же понимаешь, что определение – это определивание того, что я хочу сказать. Конечно. Я должен заключить свое принимание цели в какие-то границы. Я тебе сказал, что я рисую цель вот здесь. Это находится на границе моего акта деятельности. То есть все, что я могу просто воспроизвести по схеме воспроизводства деятельности и культуры, целью для меня не методится. То есть я повторяю предыдущую деятельность. Ну, чтобы мне не повторить предыдущую деятельность. Лен, спасибо, возвращаюсь. Я должен поставить ее на границу своего понимания. Не горячись. Да. Ну, не дал ты определения и устроишь у меня. Бывает. Я привык. Я привык. Я привык. Я очень чувствую. Очень чувствую. Там следующие пять минут свободны, если кто не помнит графику. Потому что девушки пропустили. Давайте тогда вернемся, если можно, к вопросу Сергея. Потому что он у меня тоже… Если… Не говори восточку. Потому что вот эта вот история… Сейчас, секунду. Вперед. Ну, вы сказали, что очень сложная структура. В чем она была очень простая? Да. Сначала она была очень простая, потом она была зачеркнута. И сказано было, что это очень сложная структура. Начни. Да. И началось все вот… Светой… Как ты это сейчас говоришь? И зачем? Себе говоришь. А? Сейчас, секунду. Все равно, спасибо, сейчас. Александр, а если ты понял, это же по-моему цели, это, получается, знания, способности и средства, они вообще-то не берутся с этой земли? Смотри. Я понял определение цели, которые у меня сейчас гармоничны. Цель – это конкретный способ решения проблемы. Но, в этом смысле, со схемой, которая максимально нарисована, я не согласен. Потому что у нас сейчас цель внутри этого ГЭПа на границе ГЭПа и следующего шага. А способ решения ГЭПа – это цель. Данная деятельность, которая описана, она основывается на базе существующих знаний, какие-то способности. И чтобы их получить, мне, значит, нужно предположительно уже их приобрести. А зачем я приобретаю, если у меня цели нет? Поэтому есть термичное целеполагание. Понимаешь? Где залежить, я пока не знаю. Москов говорит просто – все хотят жрать. Это из-за того, что все хотят жрать. Они всегда, получается, в один шаг делать. И тогда, если не загнать мамонта, вот себя читать. Ага, все, спасибо. Я… Чего? Нас тут жернул. Тогда, давайте. Чему надо жернуть, друзья? Какие немедленно? Тогда все красиво, и то, что… Вернее, объекту больше. Следующий вопрос про игры. Как человек использует вот это все, что ты наговорил в игре? Нет. Точно, да? Точно, да. Точно, да. Точно, да. Еще две минуты, но мы можем Константину. Он долго молчал. Точно, да? Как это все используют в играх? Ну, тут очень простой ответ. То есть в игре я должен выстроить вот такую схему. В игре я должен выстроить вот такую схему. То есть я в пространстве игры должен задать набор вот этих позиций. Определить. Сказать, что… Это у меня такое вот… Игровое поле. Вот смотрите. Значит, теперь по поводу того, что происходит. Я считаю, что когда брушок пережел над координационной деятельностным игром, он это все понял. Ну, то есть вот эта схема была. И в игре действительно участвовали роли. То есть предполагалось, что есть какие-то позиции, и что их можно занять. Один человек – одна позиция или как? Нет, зачем? Группа людей. Вот так вот, допустим, голову. Одна команда – одна позиция. Да. Одна команда – одна позиция. То есть то, что я, например, делаю выбор. Шесть человек у тебя – одна позиция. Да. То есть, ну, может быть, один человек – одна позиция. То есть то, что я делаю выбор. То есть, например, вот у меня тут, например, предприятие – заказчики. Тут, например, предприятие – поставщики. Тут, например, у меня суд. То есть тут прокуратура. Что у нас еще есть? Следственный комитет. Следственный комитет. И вот они друг к другу ходят как-то. То есть это вот создалось какое-то игровое поле. По сути дела, я должен воспроизвести какую-то действительность. Но я помню, что у меня действительность такая, что у меня позиции названы. То есть, например, если у меня заказчики – это потребители. Помните, я их рисовал. Поставщики – вы помните, у меня, значит, ну там, директор административный. У меня такая позиция была. Суд – это такая, помните, у меня металлогическая там позиция была. Прокуратура, ну, допустим, у нас вот архитектора, да, такая такая. Понятно. То есть это те, кто знают, как должны быть, как должны быть. То есть они настоивают тех позиций, которые изначально вот это идут. Да. То есть я… Когда они в 1970-е годы играли, они сами, ну и насколько я знаю, Покол Сергей Валентинович так играет, они сами расчерчивают игровое поле, как устроен мир или там, как устроено это предприятие, предполагают, как оно должно быть устроено. Ну, например, вот, когда мы играли на автовазе, мы в такую, например, схему вводили, например, позицию «китайский производитель». То есть вот… То есть другие смешные системы, которые, за которыми могут жили физически. Ну, вот мы говорили там, вот ты вот парень будешь у нас за китайских производителей. Вот играй так, как будто ты китайский производитель, тебе надо на российский рынок. И он реально играл, то есть он пытался там сменительно договориться. Причем очень успешно, пытался смен экономики договориться, с каждым предприятием в отдельности, чтобы свою продукцию вывести на рынок. И так далее. Значит, ну вот, допустим, мы знаем, что должны быть китайские производители. Ну, мы, допустим, знаем, что еще должны быть американские производители. Ну вот, там, условно говоря, там… — Невские и французские там и так далее. — Да. Сергей Валентинович и там, допустим, в свое время те, кто делали организационные деятельностные игры, они сами вводили вот эти роли в игре. — Но эти роли все равно же не в рамках опытокам заказчика. — Да, убеждали, значит, тех людей, которые здесь находятся, занятись оппозицией. То есть, например, если я сейчас занял оппозицию китайских производителей, то ты, типа, не думай за американский, тебе это не важно. Ты, пожалуйста, играй, как китайский производитель. — Это стача модератора — удерживать их в этой роли. — Да, и здесь был модератор, действительно, который вот удерживал их в этой роли. Модераторы отсюда собирались и анализировали потом, как идет игра. — И тогда любое распределение определялось до игры и, соответственно, заказчиком обсуждалось? Или вам момент до игры? — Ну, я думаю, что была там целая процедура, и до игры это все определялось и определилось. Значит, как делаю я? Я прошу, чтобы игровое поле расписали сами игроки как подготовительную стадию в игре. Иногда этой же стадии игра заканчивается. То есть, когда я прошу описать свою деятельность, нарисовать, то есть, на самом деле, я хочу получить вот это вот игровое поле, которое фишечное, то есть, ну, как в монополии там, условно говоря, как в обычной настольной игре. Я хочу от них получить, а что у них там в предприятии происходит. То есть, и уже увидев, что у них в предприятии происходит, я могу им вернуть их в этом языке и сказать, ребят, помните, вы игровое поле расписывали? Но я, правда, это не называю в игре игровое поле. Я говорю, нарисуйте свою организацию во взаимосвязи со всем остальным местом. И они ее рисуют. Вот я могу на их же лист показать и сказать, ребят, вы вот это рисовали, то есть, давайте вот эта группа будет вот за этих играть. Потому что, ну, потому что на схеме это видно. То есть, я могу ткнуть пальцем куда-то и сказать, вы об этом говорили, что это в вашей жизни есть. Вот мы за это будем играть. Вот там. Тогда вопрос у меня к этой схеме, и чуть-чуть возвращаясь назад, к антологии тоже. То есть, вот раз мы тут вводим неких китайских производителей, вот с точки зрения антологической сборки. То есть, мы рассматривали, ну, вот там, ребенок как чисто есть, что на него ложится. А если взять, допустим, уже с точки зрения крайних позитивных двух логических систем противоположных. Ну, вот как, допустим, дискуссия, не знаю, галилея с инквизицией, да. Вот с точки зрения, как вот китайские производители, там же есть факторы, допустим, как экологическая система, еще какие-то вещи, они тоже играют. И вот тут, конечно, можно сыграть за китайцев, но не будет учтено там много-много-много-много всего, что касается именно их антологической позиции. То есть, встать на нее невозможно. То есть, это, получается, исключительно имитация, которая действует именно на саму компанию, ну, заказчика, да, то есть, на внутреннюю схему. То есть, как это относится ко внешней схеме, когда им завода будут в целом, ну, или компании? Ну, хороший очень вопрос. Значит, действительно, всегда такое сомнение есть у тех, кто не играл. Но у тех, кто играл, нет никаких сомнений, что это работает феноменально вообще. Я знаю. То есть, как то этот человек становится китайским производителем, он начинает себя вести как китайский производитель. А вы говорите, что нет априорного знания. А откуда же он берет ту самую объектную карту китайского китайца? Я, во-первых, говорю, что нет априорного знания. Вы же говорили у рождающегося ребенка, правда? Значит, а о том, что мужчина в сорок лет знает, что было, что есть и что будет, это не ясно. То есть, он уже все про китайца знает? Конечно. Он знает, как себя ведут китайцы. Если, например, ставишь ребенка, например, на роль директора школы, то он ведет себя как директор школы. Очень забавно. У него есть представление, как ведет себя директор школы. Минимальное для того, чтобы сыграть в игре. Конечно, иногда там… Да, отношение к себе, он это знает. Но как он общается с спецсоветом из ГУРОНО, он не знает. Поэтому… Насколько будет адекватна эта позиция? То есть, или мы вводим уже еще одно понятие какого-то априорного знания? Это метафизика. Нет, нет. Ну, тут уже все понятно, что как только люди разделились… Я понимаю, что это некая имитация, мы можем действовать в любой ситуации, используя свои хотя бы в порядке с ней знания, благо их много. Сейчас. Коллеги, у нас десять минут не согласованы. У меня идеи, как их можно потратить, использовать для будущей работы. В течение тридцати секунд ее выслушу. А меня же это озарило, что такое методология. Поэтому я предлагаю, как это… Поделиться своим виктинем, что такое методология, а из этого у нас станет наша исследовательская задача на после это обезенное время. Не просто мероприятие задача. А вот у нас пример, смотри. У нас пример с 15.30 есть. А сейчас только 15.22. Поддерживаю. А дальше у нас будет терроризировать голову. А давайте сначала пример. Пример мы договорились с 15.30. А мы передоговариваемся. С кем это ты передоговариваешься? С Владимиром. С Владимиром. А чего пример ты хочешь услышать? Я хочу вот эту модель, которая есть, да? Как ее приобрести, чтобы она заработала? То есть в реальности. Ксения, правильно ты… я тебя понимаю, что ты предлагаешь, что вот с этого момента… С этого момента 30 минут пример, а те, которые… 7, мои поздно примеры… Нет, неправильно. А ты правильно ты предлагаешь, что ты 7 минут его примеру предлагаешь? Что примеры? Сначала про пример, а потом столько времени, сколько вы хотели на… На их положение… Про это на это не хочешь просто меня слушать. Нет, я просто хочу сейчас услышать. Сколько же можно? Чтобы тебя слушать. Сколько нужно? Всё. Так. Значит, скажите мне, что мне надо делать теперь? В чём вопрос? Привет. Значит, что? Рассказать, как это делается на самом деле, да? Ну, реально. Хорошо. Не таки, пихо. Это, это что? Ксения, вы уверены, что вы хотите услышать реализацию вот того, что вы показали? Нет, я хочу вот… Нет. Вот это вот на доске, да. То, что на доске… Да. Как вот эту схему взять и применить в реальность? Да. Ксения хочет что-то полезное? Да. Ну, вы знаете, вот у меня в британской школе дизайна была одна слушательница. Значит, я на первом занятии примерно рассказал то, что я рассказал до обеда. Она, значит, на следующее занятие тогда пришла, говорит, слушайте, я собираюсь замуж. Я вот мужу рассказал про это и про всё. И теперь мы в семье, и мы теперь в семье можем строить отношения. То есть я не знаю… А муж кто вообще? Ну, кто там? А кто его скажет? Будущий муж. Я бы помог ей просто дойти до ближайшей клиники. А это по поводу. Я не во искусстве. Я думаю, что эту схему можно применять. Потому что, ну, она утверждает несколько важных вещей. Во-первых, что люди не слышат друг друга, не понимают. Как бы вещь достаточно не банальная. То есть можно даже отлистать и начать вот с той схемой, где есть исходный материал, и прямо к жизни, скажем. Про Копателя Магир не поношёл пример, а какой-то другой пример, который ещё дальше не надо. То есть, раз мой спич вы сгрубили, я так буду считать вместе с сюжетом, тогда, давайте, всё-таки, пример был согласованный из личной лидии марта, когда свою личную проблему, свой личный ГЭТ решал с помощью хоть каких-нибудь металлогических схем. Дайте ему свободу, хоть каких-нибудь. Значит, коллеги, я хочу сразу сказать, что личных у меня проблем, наверное, таких не возникало, потому что методология, она всё-таки для коллективной работы. То есть, работать над собой такими методиками, ну, я не представляю себе. Это касается организации и коллектива. Была ли некая малая группа, в которой вы находились, в которой была некая проблема, которую вы решили при помощи? Малая группа. Ну, всегда я использую такие методики. Яркие. Ну, для того, чтобы начать даже работу с вами, я сначала попросил вас рассказать друг другу, что вы знаете по методологии. Чтоб появилось некое поле вообще смысловое. Смысловое поле. А? Какую схему? Схема, как говорит Пётр Георгиевич, одна. То есть, это вот эта схема. То есть, когда сюда все пришли, пришли все с разными онкологическими европодеятельностными доступами. И когда я попросил, значит, начать коммуникацию без меня, я потом хотел бы войти в то смысловое поле, которое родилось в этом кабинете. Но оно постоянно здесь совершенствуется. Так, смысловое поле. Ты рассказывай пальцем, тыкай. Где смысловое поле? Смысловое поле – это те объекты, которые появляются на объектной онкологической доске. Они у каждого говорят свое, у тебя на схеме эти попадания пересекаются. Понятно. Ну, то есть, я говорю, что через шаг они синхронизируются. А, они совпадают. Они синхронизируются. И мы начинаем говорить одними и теми же словами. То есть, например, мы не используем, грубо говоря, лишний раз слово «мотивация». Или я попросил не использовать слово «результат». Чтобы мы находились в одной какой-то смысловой компании, в которой мы можем разговаривать на одном и том же языке. Спасибо. Но, тем не менее, вы с Андреем за пять часов совместного нахождения по смысле понятия «цель» так и не договорились. Не договорились. Не договорились. То есть, теоретически, такое возможно, что все-таки встали и вышли несинхронизированные. Время не может быть на конца. Ну, здесь их достаточно такая спорная штука. То есть, мы не договорились до той степени, что Андрей, вернее лучше так, мы не поругались до той степени, что Андрей бы сказал «нет, Максим, цель лежит не здесь, она лежит вот здесь». Ну, по каким-то своим причинам. Мы не договорились с ним по поводу определения. Но схематично он же не возражает, что она лежит здесь. То есть, я возражаю. Я возражаю. Александр возражает, Сергей возражает. Она за границами. Они все хотят в другое место ее схематическое. Хорошо. То есть, понятно, что она на пределе. Вот здесь. Я молчу, потому что соглашаюсь по правилам и на пределе. Да. Наполовину тебе границ. Ну, да. Обычно я говорю, что цель, она не может приезжать в пространстве. Нет. Хорошо. Я больше потерял. А брать, чтобы... То есть, мы все-таки не услышали условий синхронизации. И вот я для себя не услышал методичный. Это был мой второй вопрос. Он не закончил иллюстрацию. Иначе. Не-не-не. Я в общем... Понятно, что у меня нет готовых ответов, может быть, на все вопросы. Понятно. Я думаю, что условия синхронизации – это крутой набор работ исследовательских на какой-то период времени. То есть, допустим, мы все признаем, что синхронизация коллективов – это важнейшая задача для теории управления на ближайшие, я не скажу месяц, я скажу годы. Потому что надо, чтобы все сообщество управленческое осмыслило, что проблемы синхронизации существуют. Мы не можем сейчас выйти на улицу и менеджером, допустим... Каким менеджером? Просто высшему руководству страны сказать, ребят, у нас рассинхронизированная страна. Нам надо деревню и дальние регионы, там, Челябинск, Красноярск, синхронизировать с Москвой. Не искать инновационные прорывы в Москве, отдаляясь от тех регионов. Разрывая коммуникационный разрыв. Ну, не в смысле, алло, я вам хочу позвонить. Потому что у них цель страну развалить. Слушайте, ну я ж не знаю, какая у них цель. Не, ну судя по действиям, так цель именно такая. Ну, они ж не будут разваливать то, на чем они сидят. Они уводируют... У них позиции... У них неадекватная... Нет, у них антологии нет, судя по их действиям. То есть у них в антологии не лежит то, что даже лежит вот в этой группе. У них другие представления о мире. Я еще раз говорю. Я сейчас начал выкладывать картинки про страну, в смысле, про географию в Facebook. Я для себя страну вообще переосмыслил после этого. Я по-другому себе представляю. И мир, и страну сто процентов не так, как преподают в географии. Цель всегда осознается субъектом деятельности? Ну, это очень интересный вопрос, потому что мне, как бы наиболее... Эвристично. И в теории мыследеятельности, и в истории философии. Кажется мысль о том, что субъектом, ну в смысле вот индивидуальным человеком, вообще ничего не осознается. То есть мы простые проводники мышления. Ну, вы можете расстреливать меня за это. Но... Ну вот оно село, в каком виде село? То есть мы разговариваем на русском языке, почему? Не на японском. Хотели бы разговаривать на японском, но не разговариваем. Уже мы детерминированы языком. Родились в определенной среде географической, детерминированной этой географической средой. Смотрим телевизоры, определенные фильмы, читаем определенные книжки. И, в общем, может быть я хотел бы вам что-то новое и красивое сказать, но, к сожалению, я этого ничего нового и красивого не знаю. Я вам рассказываю только то, что где-то прочитал, где-то услышал и в силу своей испорченности, афазии своих, исказил. То есть вот в этом случае схематизировал, то есть упростил, и все дальше будут делать то же самое. Ну, там происходит какой-то процесс, естественно, усложнение в истории, да, происходит какой-то процесс упрощения. Но, действительно, в общем, я не могу вам ничего сказать даже на японском языке, хотя, может быть, хотел. Ну, потому что не могу, не знаю. То есть мне, я вот в этом смысле, да, простой проводник мышления. Может быть, мы тоже практически наверняка не знаем. Можно сказать все, что будет, сказать, что они плохие. Ну, хорошо. Мне так неуютно, когда мышление кладут как антологическую категорию, и с этим сделать вообще ничего нельзя. С сознанием тоже плохо, но сознанием хоть как-то, оно как-то страх. С сознанием просто субъектность, при этом умирает, как ветерина. И тогда я мыслить, блин, не могу. Она же субстанция, она садится. Оно мыслит собой. Оно мыслит собой. Ну, мы недавно выяснили, что, оказывается, этот Аристотель, по-моему, вообще предположил, что человек может мыслить. То есть это был его личный проект, что вот все другие философы его круга, ну, об этом вообще ни о чем не думали. Он сказал, а человек мыслит, вот у него есть, как бы, такое свойство. Это просто заблуждение Аристота. Красавец, да. Тиражированное вражение. Если смогли его разоблачить, то с этим нет. Поэтому, как бы, гипотеза, которая сейчас, как мне кажется, должна быть положено, как основной постулат, вот, теории мыследеятельностного подхода, это то, что существует, коллективное мышление. То есть и коллективное мыследеятельность, соответственно. То есть мышление, коммуникация и деятельность, во-первых, это один процесс, то есть нету никакого мышления, коммуникации отдельной и деятельности. Это один процесс, который называется мыследеятельность. Деятельности нет. И мышления тоже нет. Ну, деятельность же исследовали каким-то образом. Я думаю, что все эти работы легли в основании системы мыследеятельностного подхода. То есть все эти менеджеральные теории западные, бизнес-процессы и все остальное, это не зря было сделано, все хорошо. Это фута. Те, кто исследовал коммуникацию, они тоже в кассу все. И те, кто исследовал мышление, тоже в кассу. Но это единый посыл, мы не можем это все разрывать. Ох, чувствую я здесь антологическую дефициентность. Ох, чувствую. Вот, биросекс, конструбация, хорошо, все, билет. Хорошо, да. То есть плохо, конечно. Так, коллеги, что у нас повреднее дальше? Я бы на счет, повреднее. Коммуникация еще вообще должен быть долго, но мы можем перейти к кудригу. А есть организация? Да, с подкатурой мастерства. Так это же коллективное мышление. А городе не может. А он один не может. Он создал такое поле, что... Нет, что он создал? А бывает, что он сидит дома один и пишет. Нет. Ну я говорю, что мыслитель, он может только искажать. То есть он придумывать ничего не может. Он может искажать то, что является мышлением. То есть из себя вот выдавливать, там, либо упрощать, либо гиперболизировать, либо синтезировать что-то. То есть сейчас в мире нет, если есть шлюзия искажения некой первой субстанции. Правильно? Да. Ну и таких типов искажений, их не очень много. Вот, кстати, в презентации они все перечислены. Потому что это тоже достаточно исследованная штука. Образовывается объентинация, соединение несоединяемых в реальности качествующих частей предметов, гиперболизация или акцентирование, увеличение или изменение, ну и здесь про предметы говорят, потому что это откуда-то там из психологии взят. Заострение, подчеркивание каких-либо признаков. Схематизация, дважное неразличие, умаление и как сходство между ними. Идитизация, выделение существенного, повторяющегося народных явлений. Ошибки мышления. Ну, по сути дела, да. То есть когда человек... Это не ошибки, это оператор. Не ошибки. Но при этом и одновременно ошибки. Но если вы заглянете, например, в ТРИС, то на базе вот этих ошибок мышления формируются группы, которые могут решать проблемы за счет применения вот одной из этих, ну, таких вот... Ну, правильно, получается, я свечу равновесенность. Не дойдя по этой оси, ты ничего не получишь. Пройдя слишком далеко, ты получишь это. Вылик мозга, да. Чрезмерная обобщина, как это, бритва кама. Как тур, так и в другую установить. Бритва кама, не умножай сущности, сверху не поднимающийся. Ну, конечно, тынцент тоже. Если ты слишком сильно обошлишь... Нет, не заходи слишком далеко. Ну, это самое на другом месте. Ну, короче. Ну, собственно, вот, как бы я там на какой-то вопрос отвечал, уже... Пример. Ты пытался хоть одну какую-то схему. Пример, я сказал, что я начинал с того, чтобы здесь возник из-за этого. Да, значит, он, я мог констатировать, он не возник. Я знаю, почему это произошло. Потому что не было необходимой плотности коммуникации. То есть было недостаточное количество участников. Если бы здесь... Не было задачи общей. Нет, но на самом деле, если бы здесь было три группы, здесь бы проходил бы совсем другой процесс. То есть, когда здесь у нас одна группа, не возникает необходимой плотности коммуникации. Пересаживание? Ну, и пересаживание, и когда три группы работают над одним и тем же... Друзья, мы же на самом деле... Ну, не знаем, сейчас, Александр, я закончу. Не знаем, как мы передаем друг другу вот все, что есть внутри нас. Может быть, мы... Ну, то, что мы говорим слова, еще не факт, что мы пытаемся что-то передать. То есть, ну, условно говоря, там были японские эксперименты с детьми, когда дети пытались там по телевизору японский выучить китайский язык. Они не могли выучить китайский язык. То есть, те же дети, помещенные в семьи китайские, выучивали китайский язык. И протестант этого образования уже возникает. Да, я не знаю. Может быть, мы друг другу, как мы равни химические сигналы послали. Может быть, мы телепатически друг другу мы с вами. Но нет никакой уверенности в том, что вот те звуки, которые мы друг другу говорим, они вообще имеют какой-то смысл. Да, имеют какой-то смысл. Но, тем не менее, мы так живем, поэтому я говорю, что когда мы делаем 3, 4, 5, 10 групп по 6 человек, тогда возникает общий язык. То есть, тогда коммуникация происходит совсем по-другому. Давай я попробую, Тяна. Для чего договорились? Какой-нибудь красивый предмет продукта. Пришли люди, у них языка не было, зашел ты, там, вот эту штуку фиганол, прогнул, и они в конце, в общем языковом, не знаю, что, приняли решение, сделали новый 500 рублей. И в итоге создали продукт какой-нибудь. Ну, какой-нибудь, хоть продукт, давай попробуем. Вверх какой-нибудь преодолели торгую. Давай с продуктом. Вот он положил как-то, на реальном леднире, там можно что-нибудь посмотреть. Что хорошего сделали? Ну, хоть один. И зачем вообще все это? Нет, это другой вопрос. Ося, не чистит. Гитара нет. Я говорю, если это гитара нет. Подожди, у него должен быть. Ничего скинуло. Слушайте, ну, у меня есть два примера. О! Значит, все эти примеры связаны с экономией денег. Тоже не помню. Значит, ничего не создали, то здесь не сказали. Первый пример касается игры. Ребята хотели, значит, построить школу. 5 миллионов долларов хотели потратить. Миллион долларов уже нашли. На 100 человек. Был архитектурный проект. Понятный коллектив людей должен был строить эту школу. То есть, ну, там, порядка 15 человек. В этой же школе они потом собирались преподавать. То есть, они собирались найти деньги, на них подрядчиков, построить школу, там же преподавать жить. В общем, работать. Я им предложил сыграть, значит, определить, какую школу они хотят построить, то есть, нарисовать. Какого ученика они там хотят видеть через 10 лет, который оттуда выйдет. То есть, как они себе представляют такого ученика. Ну, и еще какие-то вещи. То есть, они делали несколько рисунков, рисовали школы. Ну, понятно, что, значит, они должны были там в итоге учебный процесс какой-то прорисовать. Набор предметов, как они будут это все делать. Кто будет главный, там, директор, уборщица, значит, и так далее. То есть, ну, как-то расписать весь этот проект, который они называли одним словом школа. Ну, после того, как они в течение дня поработали, половина из этого, из этой аудитории ушло, потому что, ну, в принципе, они готовы любую школу были строить, лишь бы строить, поскольку им и так, в общем, вместе всем хорошо и комфортно. Значит, кто-то ушел, кто-то остался. Школу они, в конце концов, не представили, даже, ну, как бы, нарисовали, но это были настолько абстрактные понятия или настолько абстрактные рисунки, что было понятно, что если им дать 5 миллионов долларов, то они, скорее, переругаются, как бы, проекта у них нет. И они, в общем, проговорив все это, поняли, что проекта у них нет, и через какое-то время отказались от строительства школы. А я для этого расстроен страшно, потому что, ну, я же хотел сделать игру для них, чтобы в этой игре они там строили школу и не понимал вообще, с чем связано, почему игра не сработала, почему они школу не придумали. А оказалось, что ему нельзя ее строить. То есть, если бы у них было четкое понимание этого проекта, если бы они смогли его в проектных терминах разрисовать, то они бы, конечно, ее построили. Более того, два человека, которые хотели эту школу строить больше всего, которые горели этой идеей и напрягали, по сути дела, других людей, ну, эта игра еще мне дала понимание, что нельзя дарить. Потому что я в итоге, у меня было ощущение, что я совсем поссорился. Потому что я говорил, ну, давайте сделаем проект. Ну, вы что, не знаете, как проект делать? То есть, ну, вот школу только разрисуйте. То есть, там организационная структура должна быть. Там схемы бизнес-процессов какие-то должны быть. Там функции какие-то вы должны друг на друга разложить. То есть, мы должны ее тут нарисовать, как она должна работать. Ну, и я получил, конечно, ответ по полной программе. И тогда я понял, как нельзя давить на людей. То есть, как медленно надо прорисовывать вот это будущее, которое может возникнуть. То есть, если человек нарисовал школу, что, допустим, вот таким кружком, а теперь я могу ему сказать, слушай, ну, а кто там в этой школе? И вот, ну, тогда день понадобится на то, как он себе представляет, кто там в этой школе. А потом я, ну, скажу, ну, хорошо, это выглядит как опор структура. А теперь давай придумаем, какой есть там, например, учебный день. То есть, и вот так вот по шажочкам надо идти к этому. То есть, нельзя давить на людей, чтобы получить от них какой-то, ну, такой сильный результат. Они потом просто ссорятся, ругаются с начальником. А вот на этих скификами-то выглядело? Поженились. Нет, нет, нет. Их работали. Они разнополые, просто. Они не... То есть, у них у всех была разная с этой штукой? Да. Разнополые, да. Они спустились на уровень коммуникации. Да, и она у них осталась разной. И они вот в этом гэмбе... И обнаружили этот гэмб. Или, возможно, они все являют это средством, которое правило. То есть, им важно... То есть, они не используются управляющим условиям. А в этом они должны были продукты писать. Да. Ну, хотя бы замысел, если это не сможет здесь. Есть пример, который дал позитивный результат, в плане, чтобы вот чего-то сделалось. Не из-за того, что... Нет, методология – это способ остановки действий, которые ты не хочешь, чтобы были. Ну, вообще, это, конечно, инструмент развития. Потому что я предполагаю, что то, что они могли бы построить за 20 лет, они бы построили сначала как прототип своей деятельности в игре. И после этого, поняв, как этот прототип работает и что у него не хватает, то сначала он не важен. Потом можно сделать, там, архитектурный прототип, поставить человечков, там, даже кто как ходит. У меня такой глупый вопрос. А есть какой-нибудь критерий остановки синхронизации? Ну, то есть, то, что ты мне сейчас рассказал, мне кажется, это следующий. Так как синхронизироваться можно на бесконечности, то у народа кончается ресурс, они сдаются и сваливают. Конечно, на старте были у тебя синхронизированы. Все 15 человек хотели школу «точка». Ну, в этом смысле у них была очень маленькая, но под школой. Они стояли разные образы. Не важно. Они дальше договорятся, что у них в школе должны быть карандаши, но под карандашами у них тоже будет разное понятие. И эта штука бесконечно может сделать анализацию. Максим спасает от долгов 5 миллионов. Подожди, они дальше не делали бы. С чего ты взял, что мы взяли? Они дальше не сделали, и сделали бы это. У нас не сомненно, с чего вы взяли? Первичная синхронизация была. Если смотреть на схему Максима, то там есть знания, способности и средства. На тот момент, когда они рисовали, ну подожди, чего вы все перепеваете? Дайте я тебе говорю. Вопрос Александра, а не про это? Про это, именно про это. Александр только что сейчас это сказал. И если у них не хватало знаний, например, и способностей на момент рисования, то это не значит, что они не появились через полгода. Я тебе не дарятен. Где? Конец, и прибы, и остановке синхронизации. Я тебе могу сперевать. Да, можно дисконечно. Хорошо. Я понял, Александр, хороший вопрос. И он, на самом деле, для меня связан с вопросом Сергея. Какой был вопрос? Рантологический рак. Рантологический рак. Рантологический рак. Давайте тогда я про это расскажу, как я это чувствую. И про пример. Смогу что-то еще сказать? Нет бумажки больше. Можно перемернуть. Вот еще рог. Вот у нас есть еще. Пока, я еще раз говорю, новый вопрос. Максим, на понимание. Вот если бы ты этих людей не собрал на игру, а стал бы в позицию обычного, там, гарантируемого бизнес-консультанта, проинтервьюировал бы каждому из них, определил бы, что они вообще не понимают, о чем они говорят. Потому что у них абсолютно разные картины и разное представление об этой школе. И что с точки зрения проекта менеджмента, вот сейчас этой группе реально деньги дать нельзя, потому что вот в таких различных картинах мира они переснутся, деньги потратят, как бы, так сказать, и останутся все должны, а школы у них не будет. Ты мог сделать это не из своей позиции, игротехника, а из позиции, ну, вот из стандартной позиции бизнес-консультанта. Или в чем-то есть разница. Я тогда расскажу про РВЗ, это атом редное золото, это одна из структур Росатома. Я туда приезжал модерировать одну из сессий, которую вели бизнес-консультанты в прайсву Тархаус Куза. Я этих не берем. Почему? Ну, потому что это не результаты. Нет, нет, эти прайсву Тархаус Куза. А кто? Эти прайсву Тархаус Куза. Нет, ну, консультанты, это вот, которые одиночки, там, Шустерман и Ивановы. Ну, не знаю. Ну, не важно. Ну, ладно. Вот, точно не Макинди и не Прайси. Ну, не знаю методологию, вот, как у Иванова и Шустерман, не знаю. Значит, знаю, как у прайсов, у Макинди, у Макинди точно не просить. Ну, у Макинди, это же, конечно. А еще хуже. Еще хуже. Значит, я думаю, что они просто бы не заметили. Да, ну, потому что они формисты, они, скорее всего, кроме денег, ничего не интересуют. Ну, и они, вот, насколько я понял, они продают презентацию. Они продают, они продают, они продают, они продают, они продают, это другой бизнес. Я говорю о тех консультантах, которые интервьюируют, не собирают группу, чтобы не есть конфликта. Поняли бы они это или нет? А, вопрос, стало бы это понятно, или нет. Потому что люди бы объясняли, что мы хотим школу, мы хотим доброму всему. Да, дальше мы бы спрашивали, какую школу ты хочешь, почему ты именно такую школу хочешь, а как ты представляешься управлением? И дальше за каждую записали, получили бы пять абсолютно разных картинок. Для меня в этом, как для консультантов, было очевидным, там, очевидной рекомендацией инвестору в моей ситуации, я выступаю в лице инвестора сейчас. Я бы сказал, этим людям денег не давать. Точка. Почему не давать? А потому что они не знают, что они хотят построить. Таким людям нельзя давать деньги. До свидания. Но ведь каждый в отдельности знал, что он будет построить. Нет, но вместе у них нет проекта. Они, да, у них нет проекта. У них нет согласованного проекта. А нет проекта, как вот мы поймем, что нет проекта? Картинки, картинки, картинки мира отличаются, картинки мира отличаются настолько, что они трудно совместимы. Ну, как бы этого достаточно, для того, чтобы сказать, что... Я не возьму, но зеловато, красиво и все. А что? У вас, если фоняция обстракала бы сами не конкретно. Просто, ну, дает, да, вот что-то такое интегрирование? Я просто не знаю. Ну, понятно, хорошо, все. Вопрос снятый. Я просто не понял, насколько обязательно... Смотрите, такую штуку я понял, вот, в том числе, отвечая, как к онтологии, там, на этой объектно-онтологической доске живут. То есть, вот я начинал с того, что Бог разделил небо и землю. Значит, животных, потом среди животных выделил человека. То есть, ну, как бы в моей материалистической интерпретации, человек сам понял, кто из людей животное, а кто из... кто есть человек. Кто из животных животное, а кто из животных человек. Да, то есть, потом, заметьте, в Библии написано, потом он создал из мужчин и женщин, да? Там написано из ребра, я стал разбираться, потому что мне же не верится, что из ребра. Оказывается, что там на иврите звучит, как со стороны мужчины. То есть, там похожие слова по звучанию, со стороны мужчины. То есть, как я понимаю, то есть, ну, вы знаете же, собаки, они бегают, но все равно, там, значит, кобеют, сухо, они, в общем, совокупляются, как хотят. Поэтому я думаю, что... Я не знаю. Ну, теперь знают. Бегают, если я знаю, пытаются, пытаются, а вот совокупляются, точно. Ну, хорошо, а с ногами гачки и хозяев? Пытаются. Пытаются, и при этом и мурируют. Значит, поэтому я думаю, что древнему человеку, в принципе, тоже достаточно все равно, кто мужчина, кто женщина. Потом он смог это определить, кто мужчина, кто женщина. В конце концов, я вижу, что и маленькие дети, какого-то определенного возраста, не ставят эти вопросы. Смотри, как категория, мужчина и как женщина, конечно, появляются на определенном этапе развития культуры индивида, категория. А потом появляются молодые девушки, зрелые девушки, зрелая бабушка умерла. Разные категории появляются. Да, это развитие дифференциации антологических картин мира. Конечно, да, рабочих. Да, все правильно. В этих чемхов. Значит, смотрите, ведь в праве тоже, по сути, сделала определенные права за женщинами, закреплены только в начале 20-го века. То есть женщины, как субъекта права, в культуре не было. Не-не, а по Тейрофан? А, ну, вот, ну, я в той, которая... А, откуда вы пришли к этому? Ну, да. А, в чем? Когда Бог поделил... Чина, на ком сидит мышление, в котором весь этот вопрос? Кориня. И в объект на мой вопрос. Значит, а в вопрос. Как появляются объекты? Значит, смотрите, то есть мы говорим о том, что сначала в сознании людей появились видимые объекты, потом начали появляться невидимые объекты. И вот одним из этапов появления объектов на объектно-онтологической доске, который я фиксирую, является появление мышления организационных структур. То есть, когда предприятие можно разрисовать не как видимое, не как кабинет, не как предприятие, состоящее из людей, хотя тоже достаточно очень серьезная штука. У меня предприятие, как предприятие, состоящее из людей, конкретных с фамилией, обычно никто не рисует. Один раз только такой был, в British American Tobacco, девочка одна сказала, что у нас вот такая вот структура, а здесь вот у нас работает там Лена, здесь вот Женя и так далее. Балдюс, Лена там. Художники постоянно это делают. И списки пишут, и схемы заставить их рисовать сложно. Просто другое восприятие мира, я так понимаю. С кем? С художниками. Почему с художниками? Я не знаю почему. Потому что они постоянно пишут. Потому что художник. Потому что художник. Я же Анна с художниками работала. Потому что они с художниками работают. Не с менишими. Да хорошо работать сменишь. Художники, с которыми уже. Которые не меньше. А где они? Они за допозрение. Не пишут, а просто. Они спрашивают. Художники так взписываются, у них это специализация. Но они где? Похожья, пионерная группа, баня, так уж все. Азонинская бюро. Я вижу, что в некоторых деятельности существует в мышлении, как сесть, а вот что вы думаете? То есть вот они могут выделить эту конструкцию. Раз у нас все равно уже бардак некоторое время по плану, а у тебя сейчас какая цель? Я отвечаю на вопрос Сергея. Рассказывай, там живет антология мышления. Правильно, потому что у тебя сейчас нет цели? Он прав. Я отвечаю на вопрос Александра, где пределы синхронизации? Он делает нас лучше, поэтому его цель. Проблема где? Не так хорошая. Где без гетто у тебя нет цели? Большая проблема. Где пределы синхронизации? Ты какой ты сейчас? Мы стали лучше. Мы стали лучше. Я за. Нет. А 10 миллионов? Почему нет? Я предлагаю тебя из подвига. В объект у нас власти. Я согласен. Все сбегаем на 5 минут. Сенгей читал? Позитивные изменения начинаются. Позитивные изменения начинаются. Презентации. Давай. Там написано, что изменение в человеке. Я согласен. Презентации не всегда пора. А я не читал. Презентации. Давай. Это за три минуты. Да. Микромод. Так. Кому неинтересна моя презентация? Презентация. Позитивные изменения. Итак. Суть будете мешать. Методологии. Методологии. И ее больше. Системь. Вижу так. Есть базовая антология. Не надо, чтобы я участвовал. Нет. Но не запрещено. Есть базовая антология. Ответ из чего состоит мир и движение к нему. Время. Пространство. Материя. Энергия. Системь. У кого какая. У этих бубуев мышления. Какой они не предприятия не должны быть. Потому что это антологический категор. Без чего этого методологии говорить беспонтово. Хотя это еще и нет. Дальше. Для того чтобы методология принялась и была изменяемой. Появляется уже непрознавая такая. Рабочая антология. То есть это описание фотосальных метров мира. Но универсально. Универсально. А потом это, по-моему, сделано и выделяем. А где-то с мамой есть процесс, микроб, состояние, форма. У объектов можно выделять размер и так далее. То есть такие вещи, ну и по сути, поймите. То есть все то, что может быть, не важно почему. Универа, уходника, плю, горшочек, ухер, валя. Есть еще то, что не подологи. А дальше здесь все уникает идея деятельности. Существует такая же деятельность в мире. И отсюда начинает вытекать описание этой деятельности. И тогда появляются ключевые сущности, связанные с деятельностью. Например, цель, проблема, задача, ценность, что там еще есть? Предмет, средства, метод и так далее. И, собственно говоря, вот эта методология, без этого она не живет. Тогда методология – это системное описание мира, базирующейся на базовой онтологии, и системное описание деятельности, вообще универсальное. Врача, трекландиста, самого же методолога. Фиксируемый, в частности, еще и в каких-то схемах, связанных между собой. Методолог с помощью вот этих вот средств, опираясь на это, может описать все, что можно навести порядок в мышлении людей, насколько они в виду универсальны. Этим он пользуется для описания предмета деятельности, потому что оно универсальное. А это про саму деятельность. Я бы еще все правильно. Твоя дедуктивная последовательность меня вполне, так сказать… Я уважен с ним? Да. Вполне понятно. У меня вот такой вопрос, который бы я хотел еще все-таки Макса помучать. Смотри. Вот деятельность проекта… Я не против. Я услышал, что мышление… Да, да, да. …отдельного субъекта… И это их таракат. Это их таракат. А деятельность отдельного субъекта присуща или деятельность объекта отдельного субъекта уже не присуща? По последней версии в данном политбюро, в решении партии правительственной деятельности не существует. Существует только мысль деятельность. Мысль деятельность, она существует, а, как коллективная и отделенная от отдельного субъекта. В этом смысле, это только средство. Существует… 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 Правильно ли я это понимал? Сейчас мы по всем еще раз расскажем. В отношении единичного субъекта с точки зрения методологии нельзя говорить ни о мышлении, ни о деятельности. Не о мышлении деятельности. В большом счету, да. А можно только говорить о группе. Как я понимаю. А живущий один на необитаемом острове человек, который питается там… Он группа. Нет, у него нету… Нет, он… Тогда он во всех ролях один. Или как это не в ролях рассказано было? Быстро заканчивается. Во всех позициях он один. Он быстро деградировал. И он группа, и он… Левый человек деградировал. Почему? Он живет там годами. Нет, он не живет там годами. Он там не мыслит. Он не живет там годами. Почему он не мыслит там? Он не мыслит писать книги, все что угодно. А можно с большими героями общаться. Но потому что большинство субъектов отдельных, отделенных и отнесенных на необитаемый остров не переживут там первые недели. И существуют только очень уникальные субъекты, отдельные, которые могут долго, в течение долгого времени, вне коллектива нести в себе все вот эти шесть… Я понимаю, что мы совершенно нецы. Существа. Но есть же примеров огромное количество… Нет. Бесикой Константин не огромный. Святые те, которые там жили в пещерах там годами… Примеров… Примеров, Константин, единицы на миллиарды. То есть… Нет, миллиарды людей не попадали в такие ситуации. Их не единичные попадали на… Не метаем, ностров или пещеры закрывались ли? Их единичные есть ли? Стандартный человек, заключенный в одиночную камеру, в местах заключения, не выдерживает исходок. Ну, я с тобой не согласен. Да. А вот эти, которые попадали в одиночку, в одиночную камеру, и сходили с ума… У нас этот подвиг есть в предложении, кроме Александра, желательно соразмерные его предложения. Коллеги, я… Можно вот тоже свои пять копеек вставлю? То есть, был вопрос в среде о том, что лежит объект на антологической доске, и вопрос у Александра о том, до какой степени можно сомпровизировать. Вот у меня есть гипотеза, я её никогда до этого не рассказывал, я могу её сейчас попробовать сформулировать. Только если ты не считаешь, что это сейчас будет путь, или потому что мы договорились… Я считаю, что будет сработать. Я, конечно, считаю, что это путь. То есть, мы с вами говорили о том, что в мышлении сначала появляется крупный объект, да? И вот всё это разрывается по пути индивидуального развития ребёнка, то есть, мы можем проследить, как у него меняется отношение к миру и так далее. И это касается сначала видимых объектов. И с видимыми объектами и слышимых, да, с ними более-менее понятно. Значит, со слышимыми меньше, конечно, с видимыми цветами тоже всё сложно, но, во всяком случае, с крупными понятно. Значит, а дальше я в игре говорю, наблюдаю, что некоторые видят деятельность как орг структуры, и готовы эти структуры организационные рисовать. Причём это не значит, что они, рисуя орг структуры, продолжают видеть людей, которые в этих структурах находятся. Не всегда они видят видеть. Почему? А я говорю, для деятельности так даже лучше. То есть, когда, например, полководцы рисовали фаланги вместо конкретных Ивановых, Петровых и всяких старых греческих, да, значит, когда они говорили, кто куда должен идти, конечно, им лучше было видеть фаланги. То есть, они замещали реальных людей фалангами изображениями и двигали их, наверное, смерть, надеясь, что, в общем, они останутся живыми. То есть, нам такое замещение людей такими крупными объектами орг структуры выгодно, потому что тогда мы можем не учитывать конкретных людей в деятельности. И нам, в принципе, это и не нужно по разным причинам, потому что у нас должны быть эти структуры деятельности, наши предприятия, организации, заменяемые по части людей. То есть, мы должны принимать... А что делать, если есть такие узкие специалисты, которые единицы на рынке? Их можно заменить... Несколькими специалистами. Да, точно. Несколькими специалистами. Да. Несколькими специалистами, точно. Ну, почему-то сейчас не могут, вот, например, этот... Константин. Не могут, потому что не могут разделить их деятельность. То есть, это проблема мышления того человека, который рисует такую структуру, и он мыслит эту функцию, да, которую закрепляет в объектную структуру... Это управление рисками. Как, как? Сейчас. Как человека. Дефицитное специальное структуру. Да, может быть, слова написанное как вид деятельности. Слава описана вид деятельности. Очень трудно... Ну, понимание этого не помогает рынку, чем мы сейчас... Ну, если, например, на рынке там искать методологов, тоже, наверное, будет... Но, все равно, все равно, если мы собираемся, мы не можем... Максим хотел сказать две вещи в даме подвига. Предлагаю. Значит, смотрите. То есть только структура, да? У тебя вопросы упустят. Значит, некоторые люди собираются в коллективных группах, не видят структуру. Они видят деятельность предприятия. Они готовы описывать это как бизнес-процесс. Линейно. Линейно, причем не всегда как бы последовательно описывать, потому что, ну, они могут говорить, мы продаем там тот... То есть они представляют, как из одного получается другое, тот кусок деятельности во всяком случае, в котором они участвуют. Все деятельности предприятия они обычно не видят. То есть они видят тот кусок. Значит, еще некоторые люди, вот в таких компаниях, которые западные и которые автоматизированы, видят бизнес-процесс. Бизнес-процесс, это не то, что физический процесс, который происходит на предприятии. Это не то, что мы продаем или там нам на склад приходит товар. Они почему-то это начинают видеть в тех знаках, которые есть в системах учета. То есть не понимая того, какой физический процесс стоит за этим знаком учета. Несколько относят это с организационной структурой. А что значит в знаках учета, например, приведет? А что значит в знаках учета? Поставка. Ну да, причем это же не просто поставка. Это какая-нибудь там операция АСТ, которую мы делаем вот в такой момент времени, когда приходит товар. То есть там, ну какой-то код, который в каких-то годах уже конкретно в описании бизнес-процесс. То есть они готовы прям расписывать, что здесь у нас такой код, здесь такой код, здесь такой код. Значит, а когда я говорю, слушайте, а какие физические там реальные процессы за этим стоят? Не знаю. Они говорят, не, ну это вообще разные совершенно вещи. Нет, мы можем сейчас описать, как у нас там устроено? Пойдем посмотрим. Как машина проезжает на склад. Ну лучше, короче, мы сейчас этого делать не будем, потому что мы же вам вот рассказали, как у нас деятельность устроена. Она у нас устроена вот так. Я говорю, подождите, но если это у вас поставка, то откуда она приходит? Ну она у нас приходит из двух организаций. То есть она может оттуда прийти, может оттуда. Я говорю, давайте нарисуем другим цветом, что за этим знаком стоит. Ну я не так с ними разговариваю, но что за этим стоит? Значит, и они там рисуют. И в конце концов, моей задачей, Александр, является синхронизация их представлений об организации, как об обструктуре, как о процессах, которые там протекают, физических, и о бизнес-процессах, которые у них описаны в бизнес-языке бизнес-консультантами в системах учетов. Ну и желательно будет, чтобы они за этим, за всем увидели реальных людей, их роли, функции. И в итоге, когда они все прорисовали, это становится игровым полем их деятельности. И мое сильнейшее желание, чтобы они сделали дорожную карту для всех стейк-холдеров хотя бы на несколько лет. То есть, когда они понимают, где они находятся, в географическом каком пространстве, то сделали дорожную карту, как они будут дальше работать на предприятии. Как ты выбрал именно вот эти вот срезы, именно эти точки? Ну, например, сходу. А еще можно видеть отношения между людьми на уровне личных отношений. А еще можно видеть разные уровни образования, а еще можно видеть транспортные потоки. То есть, таких вообще срезов очень много. Как ты выбрал именно эти? Это как-то сложилось? Или есть методологическое обоснование, что работа именно на этих уровнях дает наиболее выстроенный, наиболее стабильный, наиболее успешный результат? Ну, смотри, вот то, о чем ты говоришь, да? То есть, что значит отношения между людьми? Конечно, психологи начнут работать с отношениями между людьми. Но поскольку, я считаю, более поздним представлением об организации является то, что организация это оргструктура, значит, я считаю, что те, кто мыслят организацию как отношения людей, находятся более в детском восприятии деятельности. Ага, то есть, у тебя есть некая иерархия вот этой вот зрелости и восприятия деятеля. Да, да. Ну, то есть, я не могу сказать сейчас... Это теория выводится из отношений. Есть отношения к подчиненности, и это выходит обструктура. Ну, смотри, я же потому и спрашиваю, потому что здесь же вроде бы увеличение степени... Ну, там как-то странная обструктура, вроде более абстрактная, чем реальный процесс, который там ниже. Ну, вроде, можно обстроить. И тогда, там, вот этот арестей, это сейчас самый высокий уровень абстракции, который я вижу. Потом у нас только структура, потом в каждой точке обструктуры возникает вот то, что у него сейчас посередине. И дальше, ну, как-то, по итогу, человек отвечает на вопрос, там, а с какой выражением на лице и с каким чувством внутри Вася Пупкин берет этот товар с полки и отдает ее Лене Иванову. Ну, и в итоге, в общем, что я могу сказать про антологию? То есть в итоге антология мне мыслился, как некий набор таких объектов деятельности, причем такой трехмерный, 3D, такой, ну, там, пока как я делал, да? Изменяющийся во времени. То есть на каждом шаге. И когда я прихожу в организацию, я хочу, чтобы они начали мыслить свою организацию как эту 3D-структуру, как такую маленькую модель своей организации, сжатую, прямо вот до того, чтобы ее рассмотреть можно было со всех сторон. И изменяющуюся во времени, чтобы можно было рассмотреть ее как фотографию в любой момент будущего. Ну и, собственно, вот мне такая синхронизация нужна. Насколько она подробная, то есть смогут ли они там ее увидеть прямо как модель, там, свой банк рассмотреть в окнах, то, чем занимается там в 16-15 на следующей неделе. Или не смогут. Ну, мне как бы не сильно важно, потому что я понимаю, что вот до такой детализации надо доходить, ну, там, достаточно много, наверное, тренируется время. Но то, что я знаю из моделирования и прототипирования, значит, сначала архитектор приносит рисунок, потом приносит маленький прототип, в котором еще невозможно ничего рассмотреть. Но можно поставить там, например, на карту такую 3D-объект, распечатанных там на лазером бриттере или сделанных из бумаги, и посмотреть, а как это все будет в пространстве-то у нас тут вот деревья, ничего не загораживает, то есть так вот посмотреть. Значит, потом он приносит среднюю такую модель, чтобы можно было фасады где-то рассмотреть и все остальное. А потом приносит большой прототип этого здания, чтобы уже можно было разговаривать о том, какие там системы коммуникации, как там это все, лифты устроены и все остальное, чтобы, ну, уже вот такая степень приближения получилась. То есть и мне важно, чтобы они такие модели сделали не физические, а вот такие ментальные. И далее, соответственно, построение этих моделей автоматически выводит эту вот группу людей с нижнего в верхнюю группу. Ну, вот здесь вот они ее, вместо того, чтобы разговаривать об этом, они рисуют, здесь они синхронизируют эти объекты мышления, потом они приходят в деятельность и нормально совместно работают. И, соответственно, идут по верхней стрелке. Дальше. Ну, спустя. Ну, спустя. Шаг, шаг, да. По сути дела, отсюда они, конечно, идут вот в этот круг. То есть, потому что никуда больше они пойти не могут, потому что они вот... Потому что есть воспроизводство деятельности и трансляцию культуры, потому что они все равно из этой ситуации перейдут в эту, ни в какую другую. Просто, там, если им повезет, через несколько лет. Но в игре, поскольку мы сжали время и пространство, и дали им возможность разговаривать обо всем, у меня что-то произойдет. Звук. Звук. Это какая-то реальность. Да. А вот у тебя, в игре участвует некоторое количество людей. Предположим, этот топ-менеджмент Атол Ритмед Золота, шаг, ты говоришь, два-три года. Шаг карьерный сейчас, это меньше года. То есть, уже через два года там, в руководстве Атол Ритмед Золота, не останется ни одного человека, который был у тебя на игре. Что это будет означать для организации и вообще для всей ситуации, в принципе? Ну смотри, для меня важны вот какие подвиги я бы еще выделил в этой всей истории. У меня была, например, игра, когда на следующий день в организацию пришли люди и сказали, мы хотим теперь идти на работу. То есть синхронизация дает понимание того вообще, что ты есть, зачем ты этим занимаешься, какие у тебя ближайшие перспективы. Я понимаю. Вопрос в том, вот этот шаг состоится или нет, ведь он зависит от стабильности вот этой группы. Если группа распадается, то соответственно дальше организация... А я же так отвечаю на этот вопрос. Нет желания распадаться. Когда тебя в коллективе все понимают. Когда ты понимаешь, чем ты занимаешься. Когда у тебя понятные планы на будущее. Вот у меня есть с собой... А нет, но все равно надо закачать там ролик 120 мегабайт. Не знаю, скачается или нет. У меня есть... Ну я все игры свои записываю. И недавно меня попросили смонтировать ролик по сессии в Газпром Информе. То есть это одно из подразделений Газпрома, которое занимается автоматизацией. То есть там ставят все эти учетные системы, система автоматизации и все остальное. И вот там сидит парень и говорит... Ну там, в рефлексии. Что случилось? Он говорит, ну если говорить о том, что случилось, то мне теперь... Он показывает на схему этой дорожной карты, которую они составили. Говорит, все понятно. И мне все это нравится. И он три раза говорит, что ему все понятно. И им становится легко это. И им легко и хорошо. Потому что я вот в Марсе тоже проводил последний тренинг. До тех пор, пока им не было понятно, как у них организационную структуру, связанную с структурой деятельности и связанную с их заказюльками в этих системах учета, им было непонятно даже, как это объяснять людям, как этой системой пользоваться. Как только они у себя все это нарисовали, они вообще запланировали по 16 часов на одного пользователя объяснять. Как только у них появилась схема, как это можно объяснить по-другому, как только они поняли, что вопрос на самом деле в замещении, как этот АСТ замещает реальный процесс из реальной жизни, они поняли, что там больше получаса или часа, в общем, не о чем разговаривать. То есть ему надо объяснить, как у них устроено подразделение, как вся организация, откуда они получают товар, где складируют, кому продают. Все, ну, то есть там простая вещь абсолютно. Вот такой вот глупонический вопрос. У меня всегда схема шага развития этим напрягала, и вот здесь тоже. Они это поняли или они это сделали? Я поясню, вот меня, вот как автора пособия по проектированию парит ситуация, что стрелка естественного развития будущего и стрелка искусственного развития будущего приводит в одну и ту же точку. Значит говоря, я-то что говорю? Что если естественное будущее, оно проблемно, проектировщик полагает образ желаемого будущего, и разбивая вот эту естественную верху на две за счет определенного усилия, приходит к тому, куда он хочет. И борьба проектов – это вот борьба образа будущего. А здесь вроде в шаге развития тезис следующий – что вы не делали, вы все равно там окажетесь, но можете быстрее, можете медленнее. И тут я начинаю сходить с ума, потому что это что означает? Что если бы Максим в Марсе не появился, они все равно нарисовали ту же самую схему про 16 часов, но там, не знаю, да… И тогда потратили 16 часов. Но 200 лет позже. Ну, то есть тезис такой, ну, платоновский мир идеальных идей. Вот, ну как там, мы вообще придем туда рано или поздно, но можно идти быстрее. Здесь у меня вот… Вот смотри. Вот я с этим не согласен. Потому что когда он рассказывает… Посмотри, в коротком уме, скорее всего, это, ну, непонятно. То есть, ну, скорее всего, не работает. То есть, ну… Ну, вы же не собрались бы так или иначе, рано или поздно, здесь через сто лет. Правда? Вроде собрались. Посмотри, ну, вроде собрались. По схеме собрались. Нет. А если подрисуешь вот так и… Хм… 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 Не проходишь из точки А в точку Б, а вот так… Ну, то есть… Возвратно. Там надо джебно рисовать. Это, это ведь касается не нас и не конкретного Марса в 2013 году. Это говорит о том, что рано или поздно, там, допустим, мы научимся, не знаю, летать на каких-нибудь лыжах, которые будут для нас такие же быстрые, как сейчас железные дороги. Ну, знаешь, что его вдруг… То есть ты же что говоришь, ну, эта схема мне о чем говорит, что можно особо не париться, но все равно придем. Не ты придешь. Да. Ну, это будет… Три поколения. Для тебя это не важно. Детерминированное. Я тебе скажу, что в моем движении есть элемент Фроноса. Тут тоже есть гэп. Нету там его на стартовой схемы. Причем все время… Как только он есть, там другая история у нас начинается. Там эта ситуация размазывается, и как только гэп, то у тебя что получается? И если мы этот гэп не пройдем, то мы с тобой окажемся вот здесь. Да. А здесь мы нужным гэпом. Чего? Конечно. На старте-то этого нет. Какого на старте? На старте схема? Мы же здесь про СМД, а не про подход. Я тебе тоже говорю. Есть естественное развитие будущего, и мы его видим проблемное. Хочется другого. У меня есть гэп, сейчас лыж нет, и я его выстраиваю. Но на стартовой схеме это звучит так. Мы рано или поздно один фиг дойдем… Не мы. Но смотри, рано или поздно ситуация… Не ты в этой ситуации. Смотри, эта схема звучит так. Знаешь что? Я поэтому и сказал, что… Вообще-то можно было бы собраться через 100 лет. Вот здесь, в этой аудитории. Мы только не знаем, у нее стоит… Хорошо, ты сказал, что мы не собрались бы в эту аудиторию этим составом, если писали, что не делали. Собрались бы кто-нибудь другой. А по схеме собрались бы. А по схеме собрались бы. Надо смотреть из прошлого. Не, смотри… Из прошлого… Ну, то есть, вот прямо из прошлого… Из прошлого… В 2013 год. Ну, ты же что говоришь? Ты говоришь, и будущее это терминировано. И на этом вопрос субъектов воли и прочее сводится только в тейсу Александра. Это я дам ему в морду или кто-нибудь потом? Или кто-нибудь потом? Смотри, и ему ли или кому-нибудь другому? И дальше ответ. А в числе Пи, там новая схема криптографии, в числе Пи содержатся все возможные последовательности чисел. В этом смысле достаточно знать только стартовую позицию, откуда считать. И там есть уже все порно, все методологические схемы, все 20-омовщедровительского и прочее. А там уже зашпровано. Классная схема, детерминирована. Все, число Пи как божественное число в нем есть. Но Александр, мы же собираемся здесь предсказать будущее, да? Я вот по поводу того, о чем мы говорим, да? Давайте так посмотреть. Вот по поводу того, о чем мы говорим, сейчас я вопрос. Друзья, задал вопрос. Кто нарисовал эту схему? Кто нарисовал эту схему? Определенная, смешная очень схема. И поэтому, в общем, подход назывался в свое время вот эти каллы двигаются. Потому что цель изначально генетического... ...позитивности. Вот смотри, лежит вне судьи. Я же... Смотри, совпаду. Вот из генетики я взял вот эту схему. То есть на самом деле вот множество ситуаций, которые детерминируют будущее, она выглядит вот так. Вот здесь вот находится исходная ситуация, и понятно, что здесь есть мутации каждой ситуации, которая создает изменчивость. То есть деятельность воспроизводится именно таким образом, так же, как у нас мутируют, по сути дела, изменяются гены. И в какой ситуации из этих, вот в конкретном, там, 2050-м году, мы окажемся, никто не знает, да? Два, три, четыре, пять... Какой? Непонятно. Поэтому, ну, это же тоже условная... Но это же не хотелось бы оказаться вот в этой схеме. Нет, в этой точно не окажешься. Не окажешься. А почему не окажешься? Вот она, тупиковая. Ну, правильно. Они же не способны. Мы точно знаем, что этого не будет. Мы точно знаем, что этого не будет. Нет, ну да... Нет, почему не будет. Точно. Ну, потому что отбор... Отбор произошел отбор. Для кого-то не будет 2050-го года. Нет, я согласен. Для остальных будет. Значит... Это факт. И в этом смысле мы... Нет, коллеги, динозавров сейчас нету. Послушайте, и вот в этой ситуации, пятой, вот здесь мы можем оказаться правильным путем, если мы организуем коммуникацию. Надлежащим образом. Такую же, которая по звуку не в этой. Не в этой, да? Вот вы... Это, ну, доминант. Это, наверное, ступиков. Что это значит? Что это значит? Что это значит? Что это значит? Я не понимаю, что это значит. Смотри, как историческая наука все понятно. Вот с точки зрения истории, вот мне все понятно. Мы оказались в этой ситуации. К этому привело определенное, детерминированное поведение. Ну, так сказать, механика, ты рыбы. Но меня-то интересует СМД подход для жизни. А жизнь... Ну, я не хочу понимать, как я оказался здесь сейчас. Я хочу, может, это понимать, но для ответа на вопрос, как мне дальше оказаться там, где я хочу. И самому оказаться, а не кому-то там другому... Ну, в идеале вообще неплохо бы дать. И здесь я пока не понимаю, потому что там есть ГЭП, и есть выбор, и есть волейбор, и полакань. Пусть даже это более детерминированно на старте миром, и я не могу помечтать о том, чего не буду. А ответ получается? Смотри предыдущее объяснение Александрову по поводу того, что один человек ничто рассматривается в коллективе, и потом вывозит это все из главы. Нет, смотри. А мой ответ? Хорош гордыню с вами утешить. Это эго твоё. Смотри, мне становится интересно, когда это что-то такое. Сколько человек надо собрать, чтобы у меня появилось? Ну, как это? Шансы? Вот, плотность коммуникации. Я ожидаю? Да. А меня погасит. Вот меня заинтересовал вопрос о плотности коммуникации. Правильно? То есть какова нужна плотность коммуникации для того, чтобы, ну, произошло изменение? Сколько человек нужно, чтобы это считалось? Сколько человек, и сколько коммуникаций? Вот это уже интересно, это уже интересно, как бы некая... И, друзья мои, 2000 лет с египетами жрецы спорили, сколько минимальное количество комней образует кучу. Пока они болевым порядком, исходя из нижележащей монтологической картины, не определили, не договорились, что есть куча. После чего вопрос был решён за пять минут. Понимаешь? Что же самое? Что есть ты? Что есть проблемы? Что есть антология? Значит, я понимаю, что мы там ушли куда-то. Давай подвезем, и на все вопросы необходимо отвечать. То есть, я вопрос услышал, да? Значит, я думаю, что над ним мы тоже можем всех ответить. Уголосуждение не понимает. Значит, вот по поводу ответа Сергея. Значит, что деятельность лежит на объектно-онтологической схеме в виде определённых схем. И пока у ряда людей эти схемы не связаны между собой, я бы хотел ещё сказать одну важную вещь, что я иногда прихожу в организации, когда их прошу нарисовать, где они работают, они мне решают. Домик. Цветок. Это ещё хорошего. И говорят, значит, ну вот у нас есть директор, ну вот финансами занимаемся, ну там ещё какая-нибудь и раскрашивают. То есть, да. И только у них такая красивая, значит, в саде, там, в одной из последних моих, они рисовали слона и рассказывали, какая часть какого-то, про векца. Тоже неплохо. Значит, в принципе, когда я понимаю, что они мне начинают рисовать поезд, я понимаю, что они хоть как-то начинают видеть деятельность, что это хоть какая-то интенция на то, что кто-то куда-то едет, что-то изменяется и так далее. Пока они просто кладут объект. Я хочу... Нет, когда они рисуют слона и говорят, что директор это мозг, я ещё готов. Не-не-не-не. Но если хобот, то... Смотря, может быть круче. Вот. То есть... Директору можно оказаться в заднице. Иногда гряд не рисуют. То есть я же там, что, типа, вот мы здесь, значит, сеем, тут собираем урожай. Правильно, кабачи. Значит... Ну, как бы... Вот такие есть представления. Дальше что? Давайте-ка детализируем это на уровне структуры. И ещё одно задание. И как ты переходишь от одного к другому? Нет, нет, нет. Я жду, когда это появится на уровне структуры. Да. Я жду. Я терпелюсь. Значит, одна группа нарисует... Одного. Одного. Другого. Да. Значит, они начинают... А если они все неправильно нарисовать? Не правильные. С кем правильно? Так, на следующем этаже, когда я говорю, нарисуйте свою уже организацию. Нарисуйте свою же организацию в будущем. В будущем. Они начинают нарисовать нормально. То есть, они начинают... Они начинают... Переходы там... Да. То есть, я... Я пока боюсь им сказать... Давайте теперь перерисуем ещё раз. То есть, я пока так не могу... Ну, сказать, что типа... Это бесполезное действие. Вы уже там рисовали. Я говорю, нарисуйте, как вы видите её в будущем. В будущем они её видят обычно точно так. В будущем они будут нарисовать кардинально не могут, потому что они реально детерминированы с моей организацией. Поэтому... Поэтому, да, они представление будут нарисовать в виде оргструктурных процессов и так далее. Потом они будут меняться. Понятно. Понятно. Ну, вот, соответственно, операционная часть. У меня, коллеги, есть позазрение, что никто, даже включая меня, не способен на пользу и организовать подвиг. Да. Поэтому, может, мы будем как-то в каком-то режиме сворачиваться. У нас сейчас... Да. Я устал, да. Мне очень понравилось. Но мой... Давайте остановимся. Держим. Ну, мы можем это... А? Какие твои рисунки? Мой рисунок ланзам для его нарисован. Я, кстати, поскольку Максим сказал, что можно его в режиме рефлексии жарнуть. Да, конечно. И его можно жарнуть в режиме рефлексии делать. Опять что... Да. Некоторая просто... Значит, друзья, я прошу... Только... Я бы, конечно, это все-таки как-то наше обсуждение с эксклюзивом финишным. Хотя... Погода микрофолки нет. Значит, друзья, я прошу вас все равно время как-то тоже там пару слов сказать. Я считаю, что, конечно, мы сделали большой шаг. Ну, то есть, ознакомились с кортежем схем, прежде всего. Вот, слушай, а ты специально не включил туда сферно-фокусную схему деятельности? Меня нас пожалел. Сверно-фокусная схема, которая... Здесь много-много другого. Есть в СВА деятельность, есть в СВЕРО деятельности, там еще... Говорят про масштабирование. Ну, я вот... То, что касается вернофокусных схем, по-моему, это одна из матрешешных схем. Я так просто ввел, что такая и есть, и показал, что есть только техническая схема. Попробуй присадить вот это вот, друг другу, и будет тебе счастье. Я готов продолжить наше общение, так или иначе. Я считаю, что, может быть, это хорошее начало семинара, который мог бы организовать Андрей, и мы бы принимали участие, разбирали схемы, применить ее практически. Ну, друзья мои, вот у нас есть задачи. Я считаю, что это неплохой залог в виде денежной суммы, серьезности намерений, которые все предъявили к тому, чтобы участвовать в такой работе. Ну, в общем, я со своей стороны выражаю полную заинтересованность, чтобы мы продолжим такое общение в любом формате с определенной регулярностью. И еще приглашаю всех приехать на семейную игру, которая будет в январе, где мы будем разбирать тему технологии мышления. Подробности можно узнать у КАЦИ, то есть будет вести Петр Георгиевич Дровицкий. И уже с нашим макажом представлений мы можем там себя тоже проявлять. Представлений мы можем, да. Не будем ли мы там слишком не офисить? Нет. Мы поэтому с Петром согласовали команду «Онто Гопников». Мы не зря ездили к Дурмалу там. Мы согласовали две вещи. Команду «Онто Гопников» и вот этот вот семинар для того, чтобы все-таки «Онто Гопников» были прозвенуты. Хотя бы знали, какой айфон отжимать, а то… Потом какой самсунг за 1200, а потом честно. Значит, еще хочу тоже такую личную историю свою продолжить. Значит, после того, как я для себя принял такую картину мира, сказал, ну да, возможно, типа, коммуникации не существует. Ну да, возможно, управление только в рефлексивном слое по отношению к деятельности. То есть, возможно, там еще есть какие-то вещи. Я понял, что мне нужно практиковать игры. И я стал проводить игры, и я проводил их и бесплатно, и за деньги, и, в общем, для того, чтобы разобраться в коллективном мышлении. То есть, как оно устроено. И я считаю, что, конечно, инсайд, которые у меня возникли, да. А зачем это? Ну, это я уже… Фу. В том смысле, что я уже собой не владею. То есть, когда я проблематизирую все эти штуки, все… Ну, с другой стороны, конечно, владею, потому что мне в какой-то момент надо останавливать мышление, сосредотачиваться на дыхании, и на какой-то… И, значит, из себя выкидывать все мысли, да. Значит, я все-таки считаю, что у меня есть какая-то сосредоточенность на некоторых, из которых я могу сделать какие-то, как мне кажется, для меня важные выводы, какие-то, мне кажется, ну просто совершеннейшими открытиями до тех пор, пока я не прочитаю в каких-то других книгах у других людей точно такие же мысли. Это меня радует, в конце концов. Что, в общем, я ничего нового не открываю, а вижу там подтверждение того, что есть. Какого процента клиентов открываются эти крови в месте? Да никакого. Потому что, в общем, для того, чтобы отрезать вот этот слой от слоя деятельности, требуется, ну, совершенно, я не знаю, какая-то колоссальная игра или там серия игр, чтобы вот, ну, такую схему все-таки понять, что полипозиционность вот этого игрового пространства чуть-чуть будет. Поэтому, Санёк, наши с тобой, да, мы не понимаем, что нужно какие-то усилия, чтобы отрезать мышление от сеятельности. Скорее мы понимаем, что надо усилия присоединить деятельность к мышлению. Более вообще там Грейза, описанного у ученика Масловым, у него вот эти переходы, ну, из которых выросла спиральная динамика. Грейза, я сейчас не в курсе. Нет, он знает, что Масловым просто... Вот Грейз ученики, он очень, ну, так очень интересно описал способы перехода, как индивидуума, например, какой-то общности, с одного, скажем так, этапа развития на другую. И что критик предшествует всем этим переходам, ну, у него там пять условий перехода, что это невозможно, но так и тогда моментно, что необходимо эти условия соблюсти. Ну, надо смотреть, потому что, мне кажется, это очень важно для педагогики, для образования, то есть вот это развитие. Вот, и образование и связочка должно быть устроено совершенно другого, как они сейчас устроены. Как бы если принимать за основу вот эту картину. На эту тему очень есть хороший, там, семинар американец, кто-то, я не помню, уже приезжал в Владивосток, там читал свой семинар. В Америке там есть записи по поводу системы образования вообще в мире. Не только там у нас, а вообще система образования, что она убивает там, ну, вообще там и профессиональную деятельность для любого человека. Почему образование сейчас деградирует и распадает? А вот еще у нас важный был случай. Давайте тогда сделаем строку так в рефлексии, значит, ну, как правило, у нас такие в рефлексии. Это вот как раз тот случай, когда... Все очень интересно, важно держаться Андреем, он скажет, когда будет в следующий раз, да? Первое правило. Это не рефлекс дежать. А что? Ну, тогда, значит... И сам бежать надо бежать. И какой, скажи, для всех, что было важным? Сейчас самое главное начинается. Металлология, коммунитет, жизнь. А я не щучу. Там, по-моему, надо уйти, что ли, да? Да он думал, что все уже. А что-то будет еще? Первое, начни теперь каждый говорит, что было важно. Что было, с чем приходилось, с чем уходишь. Открой там схему с рефлексией, чтобы мы видели, в чем дело. Нет, не надо, не надо. Хорошо. Друг мой, давай я тебе все усложняю, чтобы ты понял, что сейчас все начинаешь. Присаживайтесь, Константин. Какой цель ты сюда пришел? Какие результаты к тобой достигнуты? Какие решения ты принял? И как теперь изменится твоя жизнь в сторону ее большей обмысленности и счастливости? Я не знаю, как изменится моя жизнь. Мне сложно прогнозировать. Нет, вот сейчас надо, не торопись. И сейчас как раз эти вопросы спускают у тебя мышление. Если ты будешь сейчас использовать все эти схемы, которые ты видел. Значит, мой интерес к играм привел меня сюда. И мне хотелось найти некое понимание, как систематизировать разные сферы под некие универсальные модели. И вот некая универсальная модель здесь была предложена. И, может быть, она не идеально подходит действительно для всех сфер деятельности, но ее универсальность все-таки какая-то есть. Я согласен, что не на все вопросы здесь можно было ответить, но мой интерес в использовании в играх данной методологии и вообще использование игрового метода для решения проблем организации мне озвучено было. И я получил то, что хотел. Понятно, что не тема этого семинара это научиться проводить эти реальные игры и взять несколько кейсов и эти кейсы прорешать. Вот это мне еще больше хочется. Но я даже, скажем так, не до конца представлял вообще, что здесь будет. И мои ожидания, они даже, скажем так, предпочтительны. То есть я получил больше, чем ожидал. Ты еще верни. Дядь, это правда. Это правда научный пилоприный. Я подравлю, но это будет любой семинар. Хорошо. У нас будет же красный. Он разошел? Ну вот, поэтому... Появилось, скажем так, помимо ответов, которые какие-то пришли, появилось еще много вопросов, которые останутся со мной и на дальнейшую, нибудь, там, проработку и обсуждение с другими заинтересованными. лицами, которые со мной находятся ВКонтакте, но не являются участниками этого семинара. Поэтому здесь есть интересные вещи, которые я уже вижу, где я могу использовать, в каких моментах. И это действительно некое такое философское знание, которое отчасти определяет и нервоззренческий подход к... Вообще представление о жизни, оно в связи с этими вещами, оно может сильно поменяться, если исходить из того, что я допускаю, что это возможно и в моей жизни я могу это использовать. Поэтому... В общем, я остался доволен, спасибо вам. Единственное, что, конечно, того, о чем мы говорили, ему не было и, возможно, не закрепилось на уровне никого. Ну, архетка не появится для такого опыта. Давайте по часовой стрелке, да? По часовой стрелке, да? Давайте, хорошо. Ладно. Ну, вот, что касается ожиданий, думаю, у меня полностью оправдают. Спасибо за четкое изложение докладчика. Не видно. С точки зрения практики, очень хорошо последовательно был изложен материал. Я вообще освежила все свои знания и вспомнила нечто. Но, что касается моих, ну, не целей, а каких-то внутренних актуальностей, ну, вот, поскольку я тоже этими играми занимаюсь в любом разрезе, у меня большой сейчас вопрос стоит о востребованности. То есть у меня была больше цель понять это со стороны других игродельных, посмотреть, ну, какая проблематика стоит сейчас вообще в играх, и для себя понять, ну, кому мой продукт нужен. Потому что у меня это никак сильно визуально, и пока это не очень понятно, ну, кроме каких-то мелких креативных групп. Вот, какое-то понимание у меня появилось, то есть за счет вопросов, он проговаривал еще раз последовательно здесь, и поэтому для меня это было весьма полезно. Вот. Что касается будущего, вообще, семинаров общения, то, опять-таки, вот, с точки зрения практики, всегда нужно отбить про людей, которые понимают вообще, что ты делаешь. Ну, потому что их достаточно мало, и сложно прийти и сказать, а, вот, у меня проектирование игры, вот, если там соты кто-то там в этом месте, давайте хотя бы схемку раз смотрим. Что касается ведения, конечно, мы сейчас устали, но я думаю, что, может быть, в будущем все-таки стоит отыгрывать процессы в какие-то моменты. Потому что теория – это хорошо, и все ее понимают, но в какой-то мере это больше, кто-то меньше, но я думаю, что это все-таки нужно. Спасибо. Моя актуальность прихода сюда состояла в том, что сейчас моя жизненная миссия требует поиска лучших практик, мыслительных в первую очередь для разворачивания новых жизненных укладок. И в рамках этого поиска СМД-подход и школа, стоящая за Щедровицким, меня интегровала, и базовый ГЭП, который я пытался закрыть приходом сюда, состоит в том, что СМД-подход сильно сакрализован, закрыт огромными домами и высоким порогом входа, и в этом смысле определить, является ли это в какой-то практике, мне не представлялось возможным. Поэтому сюда заходил я со стартовыми знаниями о том, что это такое со знанием схематики, со способностями мыслить в рамках своей антологии, я, как-то повторяю, Бахтурина, по-моему, в последней школе сказал, что он радуется, что у него есть чем об этом думать, я вот тоже порадовался сегодня. И средства, как это связано с психофизикой, меня тоже усиливали. И цель, которую я ставил себе, это выбор позиции своей по отношению к СМД-подходу на основании вот десакрализации, которой здесь могло произойти. По результату я принял решение считать на данный момент и выбирать, считать СМД-подход лучшей объектно-аналитической практикой. Я выбрал считать, что он прекрасен для реконструкции того, что было в прошлом, и ответил на вопрос, почему он настоящий именно так. И я выбрал его считать пока что достаточно плохой практикой, связанной с построением будущего. Вот, этот выбор у меня сейчас обоснован, я готов его сменить в любой момент, когда увижу новое обоснование. Но я считаю, что цель моя на этот семинар выполнена, продукт получен, вот он у меня здесь записан в виде того самого решения позиционировать СМД-подход так или иначе. Значит, большое спасибо Максиму, а из антологии СМД большое спасибо нашему коллективному субъекту, который позволил мне сопричаститься этому великому пониманию, которое во мне сейчас скризонировало и которое я транслирую в мир обрак. Спасибо. Ай, да. Ну, что-то да. Ну, во-первых, спасибо большое за это мероприятие Максимы, на самом деле, и целостыли только замысленно, сделал, и, по-видимому, миру, как будто бы это звучится, если говорить про какую-то личную актуальность, а не по цели, ну, было бы, все-таки как-то освежить, и в некотором смысле, как-то свои провинциальные, региональные, может быть, мифы, представления о том, что это такое, и как это обсуждается и мыслиться, как бы, так словить его словать или, не знаю, проверить и увидеть, но потому что для меня это там студенчество, и некоторые, не знаю, мифы, картинки, и вот какое-то следует, что происходит где-то там вот в Москве. Второе, ну, как-то поотвечать на какие-то свои внутренние вопросы, и у меня получается очень странный ответ на внутренние вопросы, из-за разряда среди ничего не делает, оно само случится. Ну, может, чуть позже, как бы, можно и разлететь. И для меня это странный ответ, вот, и потому что он, на самом деле, сильно различается тем ответом, который я его учал раньше, только как он, соприкасаясь с этой же биологией. Либо я что-то не так читал и видела. Ну, в общем, у меня есть внутренний вопрос. Если бы это было и я. Да, да. Ну, вот, как бы, вот какое странное у меня ощущение. Но есть теперь, по крайней мере, внутренние основания игры и деления, и что там делали. Я не знаю, что это. Значит, я пришел с такой актуальной потребностью. Мне лень читать. Мне Золотовецки дал книжку, я прочитал четыре страницы, мне стало пошло, и я пошел заниматься ребенком. Вот. Поэтому мне было вот просто, просто физически лень. Ну, было кого опять. Да. Мне было лень физически про это читать. При этом я слышал с разных сторон, от разных людей, что вот, если говорить о мышлении, то надо говорить об СМД. А все остальное – это чушь, блажь и ерунда. Значит, в результате очень внятного, с моей точки зрения, максимального, я не слышал более внятного человека, вот, когда речь идет о таких абстракциях. Поэтому огромное спасибо. Для меня это очень важно, потому что я очень часто слышу людей, которые не знаю что. Вот. Для меня это было очень созвучно тому, к чему я пришел сам, рассматривая развитие корпоративное как продукт, не продукт, как процесс зарабатывания денег. К сожалению, как у меня, так сказать, остается сейчас ощущение о том, что вот об этом говорить никому не надо, что это должна быть там очень узкая группа людей, которые это все могут обсуждать и об этом могут знать. Большинству об этом знать не надо, потому что, в противном случае, это подвержит, скажем, мой основной бизнес. Мне это совершенно не нужно. Вот. Поэтому я об этом никому, Максим, не скажу. За пределами, за пределами очень узкого круга людей я не буду доносить эту информацию, потому что мой продукт – это псевдоразвитие. На нем делаются хорошие обороты, хорошие деньги. Вот. Я давно пришел к тому, что это псевдо, но и черт бы с ним. Теперь я там понимаю, лучше понимаю, почему огромный рынок там в миллиарды, в миллиарды долларов является там очередным псевдорынком. Да, черт. Вот. Вот. Что еще? Можно сказать. Все. Сколько Александр Повчинников выступил в жанре сфотурированного, рефлексивного анализа, я выступлю в жанре «Девочка». Стих? Стихи «Девочка». Стихи «Девочка». Стихи «Девочка» 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 «Девочка». и набрасывание на каждой из частей каких-то вот кусочков. Мне кажется, что по этому кругу, проходя при любой задаче, если бы мы запланировали пути, я бы по нему и пошел там вместе с другом и товарищем. Давайте набросаем еще одно, как написано в этот мир, какие есть ключевые там параметры, и дальше пишем, с чем будем работать. Дальше опишем деятельность и ответим на вопросы по сутки. Шесть вопросов, которые где-то там висят, сверк всего этого. Метеорологический. Метеорологический крест. Надеюсь, второй, слушайте, малый разговор не встречался в этой стерео-метеорологический крест. Просто через другую традицию и думать, что это самое получилось. Вот. Ну и как-то я вижу теперь, что методолог это действительно вообще способность помыслить и помогущий помочь другому помыслить, а универсальная деятельность. Масштаб методолога в том, что вот этот можно помыслить и помочь помыслить только в рамках деятельности, например, вот, психологического исследования, методолог в области психологического исследования. Здесь он заканчивается. Александр Владимирович. Дом, редактор журнала. А это вообще про любую деятельность человека. Вообще про любую. Это масштаб. По сути, универсальные средства анализа, планирования, прогнозирования, коррекции деятельности. Я методолог, пока он был. Да, но с тобой мы стану решить. Соворот. Соворот и широко вопрос. Ну, раньше сегодня абсолютно специалистами были прикладные математики и теории. Поскольку у нас учились видеть в каждой деятельности нечто общее с точки зрения теории управления и киберметики, которая к тому недавно вышла из продажных делок. Вот. Вот теоретики, к сожалению. Я не успевал и там, и там, и тоже постел. Я давно слышал, как существует такой ММК, видела разных людей, которые называли себя два друга. Некоторые из них оказались очень неприятными. Свои сказали. Вот. Некоторые из них порождали тексты, которыми можно, сбрасывая их на вражеские государства, без организма создавать способность к чтению. Некоторые предоставления и умность. Вообще. Они мысли даже не начнут. Они начнут читать и все. Все эти люди назывались методологами. Тем не менее, я отличный. Опять же говорю, не стал первоисточником, как мне казалось. Вот. И пришел сюда ровно с тем, чтобы наконец видеть живого человека, который скажет, что является методологом и пояснил. Он сказал, что надо применять. Для меня этого достаточно. Если я больше привык в другой школе, изображились человечка, который в Одессе могу вам отбудить. Замки плечевых поездок. И я понял, что вот эта доска, вместе с этой, которая разгорает, это, на самом деле, моя картина первая. Это, на самом деле, моя картина первая. То есть, то, что я называю картина первая. Вот. Мое увлечение в фасилитации вытекает из того, что коммуникации невозможно от всех собирать и начать с них, чтобы это занимать действие. И вырабатывая, опять же, возвращаясь к картине мира, я к общему коллективу картин мира, только имея которой люди могут действовать. Вот. То есть, все это мне очень подходит. На самом деле, интересно. И если все рассказано, что там есть, это не то, что любят эти пишут, которые поздно пишут, то я буду дальше. Я в этом время и дальше этим заниматься. Вообще-то и читаю, и участвую. Ну, а общение, так сказать, с умными людьми. Ну, мы, наконец, из Фейсбука выбрались все. Мы же, так сказать, вот как-то в Фейсбуке видимся. А наконец, вот мы там с Сергеем увиделись. Пожалуйста. И очень, так сказать, вы здесь в Фейсбуке. И очень люблю оттачивать свою картину мира в других углах людей. Это важно. Ну, Катя, ну, ждайте. Я, если честно, для себя не осмотрела этот семинар, чтобы разобраться на каких-то основах и патологии. Я уже к этому имею отношение с 2009 года. И все себя ограничиваю подальше. Все дальше и дальше. Периодически, я считаю, материалом там, ну, как-то мне сложно с этим жить. Ну, вот. Я участвовала у Суфеи Валентиновича по играх. Игровое направление, то, что связано с АДИ, мне очень близко, понятно для использования, там, в бизнес-проектах, каких-то там, может быть, сложных психологических ситуаций. Как... Моя основная деятельность – это работа с персоналом, а не школа. То есть решение каких-то там конфликтных ситуаций и так далее. Ну, это мне близко и понятно. А само построение схемы... Тяжело очень на меня ложиться. Вот. Ну, еще у меня существует какой-то барьер. Не могу понять, почему. Уже столько лет уже могла бы разобраться. Вот. Ну, Максим, при всем при этом, очень доступно сегодня я объяснял. Потому что я слышала уже там миллион этих методологов, которые говорят действительно каким-то языком непонятным, космическим. Такой мне-то нравится. Спасибо большое. О, Ильи. Давай. Теперь у нас еще Андрей просоединил. Не знаю, каким-то случайным образом совершенно. Но... У нас все проходит. Все проходит. Да я понял, что нашел внутри Алишева из десяти. Тут актуальная информация. Да. Коллеги, ну, мне было очень приятно сегодня с вами общаться. То есть, наверное, это самое главное, что мы сумели здесь создать какую-то атмосферу доверительную, которую мы постарались друг другу понять. Я шел сюда со смешанными чувствами, потому что я понимал, что это очень требовательная аудитория, что у меня танцами с бубном будет не отделать, потому что на душ будет выкладывать какое-то содержание. И барабан. В общем, поскольку такое содержание действительно было, и много есть что сказать за пределами того, что прозвучало сегодня, то я надеюсь, что мы будем еще видеться. И на самом деле я получил некие такие задания на то, над чем надо работать. Я думаю, что я потом на видео обязательно найду этот момент, посмотрю, в общем, сам запрос, который есть. Я понимаю, что синхронизировавшись по этой схеме и по этим схемам, нам вообще есть что сказать в истории, на самом деле, теории управления, в истории психологии, в истории синтеза каких-то наук, синтеза биологии, генетики, физики, например, математики, и так далее, потому что прорывы мышления в каких-то областях, по сути дела, и изображение этих прорывов на простых схемах дадут для будущего достаточно сильные идеи, как устроен мир. В общем, я считаю, что, конечно, у системы следительностного подхода есть несколько таких серьезных прорывов, но один из прорывов – это возможность схемами изобразить историю человеческого мышления. Например, вот эта история, которая, на мой взгляд, шла, во всяком случае, в христианской, классической, европейской традиции о свободе воли с фанат-гената, сформулирована Георгием Петровичем вот в простой этой старине, что у человека есть воле и желание двигаться к цене. И, по сути дела, вот в этой стрелке сформулирована вся эта философская дискуссия двух тысяч лет. И, конечно, имея такие инструменты, такой язык, на котором можно объяснять историю отношения организаций, отношения человеческих коллективов, но в социологии нет таких схем, которые мы используем. Сейчас есть очень интересная теория, которая вращается в нашем методологическом сообществе Рэндалл и Коллинз об интеллектуальных сетях, о том, что вообще весь мир — это история мыслящих коллективов, которые двигаются, по сути дела, поколенческими цепочками, и по географической карте в крупных городах, условно говоря, неких школ, движений, которые передаются, в которых возникают эти вспышки мыслей, которые потом приводят к великим открытиям, великим изобретениям. Я, например, постоянно обращаю внимание на Хангельберский университет, в котором мы Менделеев учились, а мы кучу вообще, подарил миру кучу ученых, то есть мы к чему-то близко, я туда очень хочу попасть, говорят, самый красивый город в Европе Хангельбер. И вот я обращаю всегда внимание, что кто-то имеет отношение к этому городу, к ученым. То есть вот такие города притягивали на себя людей каким-то образом, так же, как живот притягивает дрожжи. Из этого появлялась вот, значит, история человечества. Я сейчас, опять-таки, третий раз в этом номере, что я в фейсбуке выкладываю карты. Для меня большим открытием было, что, по сути дела, на карте мира существует, ну, там, максимум десяток крупнейших городов, в которых сосредоточены университетские центры, в которых, естественно, производится просто, ну, потрясающая сумма, ну, я не скажу весть, а, но подавляющее большинство валового продукта внутреннего, которое существует в мире. То есть это экономический центр, это интеллектуальный центр, это географический центр земли. Нас там нет, нам туда приходится сваление, ну, по сути дела, наработками, которые, ну, вот, случайно образовались там в Москве, потому что Москва тоже один из больших городов. И приятно, что вот в Москве можно тоже образовывать интеллектуальные сети и ускорять, по сути дела, вот, развитие, я хочу сказать, развитие даже не наше, развитие мышление, я хочу сказать, которое на наших глазах путешествует по миру, по интеллектуальным сетям, по поколениям людей. Вот, спасибо за помощь. У меня такой момент организационный переносит. Лично у меня координат на каких-то настройках я эту юзитку взяла, кроме рассылки в фейсбуке. Мы сейчас, может быть, как-то запишемся, отменяем. А сколько я, как продюсер этого мероприятия, начинал еще его завершить и сделать это, там, плавно в двух частях. Ну, первый, закрывая это и открывая какую-то следующую страничку, она разнообразна. Может быть, частично на твои вопросы про лучших лет, а если нет, в свободных форматах, достаточно замечательных наших книгах. Мой тайный замысел был связан этого мероприятия с главным проектором, который я для себя положил, ну, по крайней мере, на ближайшие 27 лет. Это реформация мирового уклада жизни посредством создания организации, названием Академии игропрактики, можно взять, кому интересно. И именно то, что, с одной стороны, в этом новом укладе мира важное место отводится мышление, то есть мышление реформировалось. А с другой стороны, чтобы этот проект осуществить успешно, необходимо дополнительные, считал я, средства мышления, и было вызвано вот это вот мероприятие. Поэтому, кому интересно развивать мышление в мире и развивать свое мышление путем реализации глобального проекта, под который нынешнего мышления точно не хватает, а кому, на мой взгляд, сейчас умеет, можно присоединиться к этому проекту. Два листочка есть, вот визитки можно взять, называется Академия игропрактики. Это первое. Сюда же? Да, сюда. Наверное, можно, у нас есть вообще. То есть это подразумевает создание социального института или какой-то конкретной организации с конкретной целью? Она уже создана в цели, миссии, стратегии идеологии уже как юридическое лицо. Да, как юридическое лицо. Называется общественная организация без создания юридического лица. Но с оргструктурой, с сайтом, с названием, с визитками и так далее. На другой стороне идеологический аспект видимо нефеста игропрактики. И для того, чтобы этот глобальный проект под названием «Новый мир 2040», он будет построен, на мой взгляд, на игре. Именно поэтому игропрактика. Хотя это инструмент, но инструмент и антология в одном флофоне. Я собираюсь как ректор Академии игропрактики и как вообще субъект этого проекта продолжать и методологическую работу тоже. И игровую тоже. Поэтому я вижу продолжение к МБС по СМД, курс молодого бойца по СМД методологии, пока точно не знаю в каком виде. Я вообще планировал вытянуть наиболее вменяемых, на мой взгляд, и не за звездуных методологов. В частности, вторым у меня в очереди стоял Борис Ильинич Астрозов. Борис Маркович. Они у меня сливаются иногда. Вот. Ну, если я его смогу добыть. Ну и так далее. Поэтому оно будет продолжаться. На сайте информация будет появляться. Далее. Мы делаем в рамках этого проекта исследование разных людей, кто как мыслит. Мы, естественно, смотрим в области в первую очередь антропопрактики и игропрактики. Поэтому у нас запланированы пять конференций, которые мы посещаем. Вот есть пять конференций. Четыре из них прям совсем по играм. Одна по антропопрактикам в Дужевске. Пятая конференция антропопрактики. Развитие человека человеческого. Практики развития прошлого и настоящего будущего. Я уже согласовал, что игровой коллоквиум там будет именно связан с играми. Поэтому присоединяйтесь. В Минск билеты мы уже купили в Дужевске еще нет. И, наверное, еще можно сказать следующее, что мы в Москве затеяли игровую мастерскую лабораторию. И люди разных школ мышления и разных школ игры приходят и представляют свои игры, свои представления об играх. Мы играем, слушаем это немножко, надеюсь, потом играем, потом это разбираем. И ближайшая она уже 23-го среда мастерская лаборатория по игровому подходу. И последнее, поскольку мы поняли, что телесность и антропные процессы, о которых говорил Дубровский Владимир Яковлевич, что вот антропные, к сожалению, аспекты на СНГ, методовые, были недостаточно хорошо проработанные. Может быть, это послужило ахересовой пятой. Мы телесность, антропность и местами психологичность тоже исследуем. И у нас в следующую субботу, 16 ноября, первая игровая глава в сессии в клубе «Среда». То есть это игровое пространство, где на телесном уровне нам очень хорошо основано там антологически и методологически, будет вестись некоторая работа с собой и с миром. Размерки границ между собой и миром по исследованию понятия любовь. А? Тупицы мы. Вести будем мы. Вести будем мы. Технологии две недели. Технологии две недели. Она была опробована на молодых политиках в Зауралье и на молодых студентах в Красноярском. Наверное, и двух психологов. И двух матерых психологов сейчас. Показала свою эффективность. Вот. Поэтому, друзья мои, во всём вы можете включаться в опору в структуре, которая позавчера была оформлена в виде схемы. У нас существует из тринадцати одиннадцать вакантных мест. Ну там три проректора. Ну или ректора. Три ректора можно сменить. Пять глобальных проектов. Так вот на те двадцать, двадцать пять и трёх. Включайтесь. И, в этом смысле, возвращаясь к идее методологии, сделать это по-старому, естественным путём. Все сдохнут. Ну, невозможно. В этом смысле методология, конечно, нужна. Ну какая? СМД или СМД-штрих. Или, может быть, вот наша образно-метополическая методология, которая тоже здесь наслаждается в рамках алкадемии. Не знаю. Ну вот, присоединяйтесь. Ну и для того, чтобы ответить ещё раз совсем на вопрос Константина. В рамках семейной игры Петра Георгиевича и Раиса, семейная игра, есть предварительные, по крайней мере, соглашения, что будет сформирована особая группа, которая в прямой к СМД методологии отношений не имеет. Но претендует на то, что им нравится мышление, и они худо-бедно уже мыслят. И поэтому для того, чтобы как минимум создать точку конфликта конструктивного для комдовых СМД-шников, у которых мышление куда-то садится, потом куда-то срезает, вот эта группа с рабочим названием «Отда Андрома Губников», куда даже Горяча Ковалева записалась, но она это уже делала. Куда тоже можно присоединяться и вместе с нами ехать на эту школу, готовиться к этому, формировать свои позиции и так далее. Вот. Ответил на ряд твоих вопросов? Да. А организационно, мне кажется, можно, да, вот те, кто сегодня был, фигаркнуть лист имейлов всем? Да. Такой подарок от фирмы. Да, да, да. Да, да, да. Ну и если вы вступите в группу… Стали фигурку академии игропрастики середину, фигурку. Все это будет там поедаться. Ну, это меня уже… Я тебя уже вступил, да. Я тебя уже вступил, да. Если даже ты не понял, значит, она… Удала! Вот, видишь, свет методологический. А именно Месседжер 25-й кадр вообще? Позволяет даже такие формальные, тяжелые задачи. Максим просто готовит, размягчает мозг. Да. А потом в конце… Ага. Он специально… Выключает мышление. Выключает мышление. Выключает мышление и отрывает коммуникацию. А, да, 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 да. А, да, да, да. А, да, да, да. А, да, да. Что надо? Списать чеку. Да, да. Кость, теперь ты можешь просто выяснить. У меня есть две страницы, но, чтобы я бы хотел кому-нибудь презентовать, как бы вы… Проще всего. Собираться, собираться, теперь… А, да, да. А, да. А можно вот это? Я не читаю электронную почту. У меня электронная почта читает по множеству. На электронную почту приходят аккориентские письма. Я давно искал помощник, чтобы он никому, кроме клиентских писем, не передавал. Все, что регулируется Фейсбуком. Социальная коммуникация. Принагаю чашкой выбросить. Там в Фейсбуке, кстати говоря, есть... Принагаю помыть и оставить. Образование. Честное слово. Чего образование? У меня вышла хорошая статья. По какому-то стерео надо? По моему! Люба! Ему его статья! А там с кем есть? Фотки. 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 А это конференция, которая с 29-го тоже... Которая? Фотки. Фотки. Фотки.